вот приготовьте ручки там, тетрадки чтобы какие-то делать пометочки, записывать себе запись не знаю, выкладывать, ну я поставлю запись, но выкладывать не знаю будем, не будем чтобы вы потом могли все пересказать, все что я сейчас буду говорить могли пересказать своим людям а тема у нас сегодня будет очень интересная, про доверие поэтому подключайтесь о, уже 118-120 человек молодцы, оперативно давайте пока о, вы уже начали, да, приветствовать друг друга давайте пока все собираются мы устроим такую небольшую перекличку, я сейчас попрошу вас написать написать с какого вы города второе, написать сколько времени вы находитесь в фонде и третье, напишите, пожалуйста по 10-бальной шкале насколько вы доверяете проекту, вот один это вообще не доверяет, ну один это ну как бы низкий уровень доверия 10 это прям вот готов готов жизнь свою отдать ну высокий уровень доверия вот напишите, давайте переключку такую устроим не больше пока все подключаются я просто посмотрю какой у нас уровень участников сейчас у нас команда довольно молодая относительно, да у нас, можно сказать, в марте год как команда у нас образовалась и разрослась вот так вот масштабно поэтому я знаю, что у нас и лидеры и участники больше львиная доля участников и лидеров это те люди, которые в фонде не больше года ну или даже не больше полугода пишите уровень доверия сразу свой тоже, не забывайте хорошо, Воронеж 10 10 это понятно напишите напишите сколько давайте три строчки первый город второй шесть месяцев например третий уровень доверия 10 баллов вот так я пока посмотрю почитаю пока подождем Андрей там должен что-то у нас подключиться если подключится 143 участника отлично полгода 10 6 месяцев Кемерово 28 апреля 23 года о, это уже год Наталья у нас получается доверие 150 процентов супер это отличный показатель привет из Тюмени с октября 23-го уровень доверия 10 доверие слушайте да вы вообще прям геленджик салоники 10 10 10 10 10 4 месяца 10 за 4 месяца уже 10 огонь Симферополь 2 месяца в фонде 8 баллов вот благодарю Нуре правильно назвал имя за честность поэтому если у кого-то единичка можете смело писать мы за это ругать не будем это как бы нормальная тема потому что мы все понимаем в каком мире мы живем и откуда к нам люди приходят поэтому если у вас кого-то единичка это вполне нормально вполне нормально Ижевс на связи с вами доверие 100% Казань надо было да по процентным соотношениям сколько процентов доверять ладно Казань 3 месяца Фарид 10 Иркутск 9 Настасия так Настасия молодец что честно отвечаешь тоже привет ищу ваши доверия на 200% в команде 2 года вот Луиза 2 года да Пермский край 8 баллов доверия да я еще по ходу дела при заявке принимаю в чат вот и давайте сразу Мила Мила пожалуйста микрофончик следите пожалуйста за микрофонами я не стал всем выключать микрофоны потому что у нас в конце будет диалог Мила плюс 7 МСК микрофон хорошо я тогда буду сам выключать вот админы кто у нас есть сейчас на созвоне тоже пожалуйста следите за микрофончиком у меня будет камера немножко трястись потому что у меня ноутбук на подставке стоит попробую что-нибудь с этим сделать, чтобы он не трёсся. Так, ну, нормально вот так. На вечер в КАД 9 месяцев. Так, опять у кого-то микрофона. Пожалуйста, Андрей, это ты. Всё, я понял. Приветствую. Хотя микрофон тебе должен бахнуть. С лёта сразу. Так, ну что, я смотрю, молодцы, более-менее так собрались. Я думал, все после праздника не встанут уже, а то вчера так хорошо все праздновали. Все чаты закидали яйцами просто вообще. Я тоже восхитился, что такой уровень организованности у нас. Сегодня Андрей тоже будет нам помогать, подсказывать. Он уже посвящен частично в тему, о которой мы сегодня будем разговаривать. Поэтому я тут, короче, перекличку затеял. С какого города, сколько человек в Фонде и какой уровень доверия по десятибалльной шкале. Так, я тут смотрю уже 80 сообщений непрочитанных. Я вот боюсь, что если буду все зачитывать их, то нам сегодня не хватит времени. То пройдет командное обучение. Да, то пройдет командная перекличка просто. И Андрей, поглядывай, там еще... Ну, я сейчас тоже смотрю, заявки в чат добавляются, еще люди принимают, и ты там, если видишь, тоже принимай. Вот. А еще, друзья, напишите, пожалуйста, кто не из нашей команды сейчас в чате? Кто сейчас не является участником структуры, именно моей туплидерской структуры? Тоже не стесняйтесь, спешите, чтобы понимать. И мы никого выгонять не будем. Если вы сюда попали, значит, это не просто так. Значит, вам нужно здесь быть, поэтому не в это самое. Вам придется вступить в команду, да? Нет, не придется вступить в команду, ничего от вас не требуется, просто чтобы мне... Ну, я видел, понимал, потому что я знаю, что у нас есть много участников, которые из других структур, но они у нас есть в командном чате, потому что, ну, как-то попали, я сам даже не помню как, но если попали, мы никого не выгоняем, потому что я как бы верю в вселенную, в законы вселенной, да, в транссерфинг, что если так произошло, значит, оно должно быть. Значит, вам нужна эта информация, которую вы будете сейчас... Краснодар, я с вами только месяц, 99% Юлия, да, Сергей, у вас в группе по-польски, киргизски платформе. Да, ну, на любой платформе, если у нас в команде, если у нас на российской, евро-испанской, там, на любой платформе, конкретно в моей лидерской структуре, если вы не являетесь ни на одной платформе у нас, то напишите об этом. А те, кто является, не надо писать. О, Андрей, это твой фейк, что ли, заходит, или это ты? Это я со второго аккаунта, не пугаемся. Мне же сейчас час, чтобы смотреть. Я понял. Со второго телефона. Да. Ну, я вижу, что уровень доверия у всех очень высокий. Очень высокий. То есть, или это... С чем это, интересно, связано? Вот как вы считаете? С чем связано у вас уровень доверия? Напишите там один какой-нибудь критерий. Почему вот те, кто написали 100%, почему вы доверяете на 100% проекту? Что вас подвигло на такие вот размышления, такие выводы? На какой день нажатия кнопочки у вас возникает доверие, вот интересно, на 70-е или на 3-е? Да, 100% тем более, да. Да. Что послужило катализатором? Вашего уровня, высокого уровня доверия. Так. Долгий срок работы проекта, вот. Собственный результат, что здесь все честно, Виктор Степанович пишет. А как вы узнали, что здесь все честно? Каким образом? У нас просто сегодня тема про доверие. Как-то Виктор Степанович проверил, что здесь все-таки все честно. Казахстан, Алматы, 4 месяца, 100%. Честность для подачи информации. Вот, видимо, пишет Тухароков. Честность для подачи информации тоже. Ну, да, когда люди говорят, да, транслируют свое доверие, то оно считывается, правда же? Вот я, допустим, когда рассказываю о фонде, как вы думаете, насколько я доверяю фонду? По вашим ощущениям? Это считывается, да, видно, когда человек не доверяет, а когда не доверяет. Так, честность, подача информации. Подскажите, вижу, что идет голосовой, говорит красная. Ну, так, перезадите, Анна, я не знаю, напишите ей. Я сейчас напишу. Москва, 3 месяца, надежность общества поверила практически сразу после того, как посмотрела видео Дмитрия Васадина. Вот, Дмитрий Васадин особенно, если видео посмотреть, он считывается на тонком плане, да, что этот человек не врет. Ну, что реально, он говорит правду. Может быть, кому-то она непонятна, это правда, или кому-то может казаться абсурдом, но тут важно не то, что мы говорим, а как мы говорим. Да, сразу, как только увидела свои деньги у себя. Видите, у кого-то катализатором деньги послужили, то, что вы увидели свои деньги у себя. Верю своему лидеру сообщества, Светлане Уваровой. Верю 100% в один месяц в фонде. Стабильное получение денег. Вот, видите, вы верите, вот что Илья Горбачев верит своему лидеру вышестоящему. Лидеру, да. Да, вот это тоже, вот это офигительный катализатор. Крупные суммы запуска потоков лидерами. Вот, Жанна написала, тоже хороший притерий, то, что лидеры и топ-лидеры, которые здесь по многу лет запускают крупные суммы потоков. Да, вот мы сегодня об этом тоже поговорим. Сергей, вы, Лена Кокорина, конечно, в логике мышления. Вот, отлично, вот, то есть на лидеров вы, Наталья, равнялись. Перезагрузите телефон. Так, люди, люди, честность, инфраструктура, Дима пишет. Вот, результаты близких, близких срок работы. Стабильность, было доверие к пригласителю, вот. Вложил и выше, вывел. Философия проекта, 9 лет. Вот, у нас Татьяна Трусова сегодня тоже с нами, Таня, привет. Суджа, 9 лет, сообщество, поэтому уровень доверия на 999. Еще три нолика надо было дописать, чтобы прям. Итак, Ольга Маштенко, сегодня первый день. С вами, Красноярский край. Доверие к своему пригласителю 100%. С первого дня, заметьте, доверие 100%. Я на пятом месяце расслабилась и стартанула. Отлично. Интуиция, вот, хороший показатель. Интуиция тоже. Интуиция это что такое? Это голос души, да? Да, голос души, считывание с тонкого плана информации. Все вне юридического поля, вот, у кого-то доверие. Видите, кто-то, наоборот, требует лицензию, да, и какие-то гарантии. Кто-то, наоборот, что вне юридического поля, нас все может доверять. То есть, понятно, что, да, государство. На эфирах почему честность? Здесь легче вывести деньги, чем завести. Тоже интересный критерий. Это очень, да. У коммерческих проектов наоборот все. Да, да. У коммерческих проектов там в один клик с вас деньги списываются, а потом еще и карточку придется менять, потому что там постоянно будет списываться. Валш такой, чтобы там данные ввели, и потом каждый месяц списывается, вы не можете понять, откуда и списывается. Придется карточку блокировать. У меня было такое. У меня доверие, когда увидел, что все знакомые мои из других проектов пошли сюда. Для меня это показатель, то есть, ну, массовость, да. Ну, это как бы такой сомнительный показатель, да, хайп. Потому что на хайпе много куда залетают. И финика залетали на хайпе. Ну, окей. Принимается. Давно работает ментальный вывод. Риск плюс прибыль равных. Вот, Татьяна Павловна у нас с инвесторской точки зрения это начала смотреть. Идеальная пропорция роста прибыли и рисков, да. Выйдите на... Не знаю, как это понятно точно. Система блокчейн. Система блокчейн. Ну, такое, да. Пошла за пригласитель. Это уже инфраструктура, да. То есть, в инфраструктуру вкладывают уже сообщества, которые хотят непосредственно в долгую делать, свою миссию выполнять. Вот, кстати, у Надежды Пантелеевой критерии личная встреча с попределем Сергеем Белоусовым. То есть, повысила, да, уровень доверия. Долгий срок работы плюс идея плюс 10% в среднем выплаты. И это небольшая нагрузка, финансовое ограничение по выводу, да, и зачем руководству руку кормящую рубить. Тоже, да, интересный момент. Мы сейчас тоже об этом поговорим. Все правильно. 10% это не такая большая нагрузка по сравнению с 50-100% минуты вообще, да? На самом деле система, вот, ну, чисто если взять даже самую банальную финансовую пирамиду, да, которая в предыдущем счету последующем, она может существовать с 50% в месяц, да, бесконечно долго при условии, если люди там правильно будут себя вести, вот. То есть, как бы, ну, пирамида это тоже может на очень долго быть, просто тут все от психологии людей зависит. Поэтому, ну, да, у нас 10% как бы нагрузка, ну, с точки зрения, так вот, математики, там, инвесторского мышления, да, нашего банковского инвесторского мышления, то да, это тоже можно сказать. Пять раз надежнее, да? Да, 10% это типа нагрузка небольшая, но на самом деле дело не в этом вообще, абсолютно не в этом. Лидеры не врут, если им не веришь, зачем тогда все, вот, это тоже классно, мы тоже как раз сегодня на этом заставим внимание. Вы доверяете на 10 баллов или на 100? Я? Или кому это было? Ваши уверенные презентации, вот, то есть уверенность лидеров, да. Погонь немалый срок. Люди говорили вдохновленно, все по факту, начисления идут, видео в осадина, вот. А то, что здесь у нас много лидеров, которые по многу лет, кто-нибудь написал этот ответ, я смотрю, просто там очень много опять написали. То, что здесь много лидеров, таких, допустим, как Андрей, как я, то, что мы здесь получаем постоянно деньги и говорим о том, что вот мы уже съезд седьмой год, развиваюсь в фонде, у меня все хорошо. Люди говорили вдохновленно, все по факту, начисления идут. Видео в осадина, да? То есть видео Дмитрия в осадина, в принципе, людям тоже очень нравится. Чувствуют, да? Кто основатель, и кто своей душой создал все это? Да, да. Кто как не основатель будет о проекте говорить со всей душой? У меня опять лицо красное, я уже прилетел весь, сгоревший опять. Вот. Ну, давайте потихонечку я расскажу, начнем переходить. Я вижу, что у нас вот уровень доверия, да, как бы команда уже много уже осознанных людей, которые доверяют на сто процентов. И это очень важно. Вот Елена пишет, энергетика считывается, она другая в фонде, нежели в других проектах. Политика фонда пересекается с моим видением жизни. Вот. Ценности. Да, ценности, да. У нас на самом деле все на доверии. Как бы мы давно, давно об этом нам и говорят, и мы знаем, что надо все делать на доверии и так далее. Но так как после этой поездки у меня это вот доверие не отпечатывалось, еще не отпечатывалось. Вот только вот после встречи с Дмитрием Обосадиным и после долгих общений с ним, да, ответы на вопросы там задавали, отвечал. И вот и особенно после конференции выступления, который, если у него фрагментик небольшой, я там сидел записывал там, да, что-то успевал, что-то не успевал записывать, что-то запомнил там, в общем, структурировал это более-менее, вот именно про стартовые потоки. Вот сегодня я хочу вам поведать, почему после конференции у меня возникло желание открывать много и больших стартовых потоков на всех платформах. Вот. И это как раз будет, ну, про доверие, там часть будет про доверие. Про быстрые потоки нам все понятно, да, то есть, ну, там, что просто, там, до 30 дней каждый день получаем, там, и так далее, такая доходность, все расписано. Вопросов нет, все работает, единственное, что пока по стратегии, это, да, из этих вот, казалось бы, примитивных составляющих можно построить разные комбинации стратегии. То есть, можно, там, на разных платформах открывать на всех платформах, открыть, там, первые три самых маленьких номиналах, получится сумма, что мы 100 тысяч разложим на, там, 10%, дальше, 15% в месяц. То есть, ну, хорошо, да, такая вот эта самая тенденция. Вот. С учетом того, что у нас есть разные номиналы быстрых потоков, есть разные платформы, можно между собой это комбинировать, чтобы получилась классная эта доходность. Также у нас про растущий поток. Конечно, немножко посложнее, чем быстрый, но тоже нам все понятно, да, те, кто подольше в этом разбирается, там, в принципе, тоже все, особенно если у нас таблицы-то есть же, видео с таблицами, там, где все наглядно показано, когда что начисляется, откуда что берется, как перераспределяется. Тут все понятно, накопительный тоже все понятно, лотерея еще понятнее, а вот со стартовым потоком у нас часто пробел, да, мы не понимаем, что там, как там, откуда, как его считать правильно, зачем ему он вообще нужен, почему он самый доходный, да, мы же его называем самым доходным. Почему никто не знает, какая будет следующая цифра? Да, да, почему нельзя сама, я, в принципе, в том числе не знал, у меня есть видео «Магия стартового потока», да, которое я записывал тогда, мы с вами вместе создавали калькулятор в таблицах, так вот, я вам сейчас заявляю о том, что это вообще неверный расчет, вообще это можно даже на это не ориентироваться, это были мои домыслы на основе тех моих данных, которые у меня на тот момент были, но после поездки в Турцию у меня данные вводные изменились, вот, соответственно, и понимание стартового потока пришло по-другому, сейчас я буду с вами делиться этим, вот, я вам будете, буду, вот, открыл сейчас цитаты и буду вам зачитывать и потихонечку комментировать, как вот Дмитрий Васадин нам это преподносил, посмотрим потом, что на выходе получится, то есть, считать стартовый поток суммой навсегда, это неправильно, то есть, как мы обычно делаем, у нас стартовый поток, заявлено, что он у нас работает, там, 10 месяцев, 20 периодов, да, и мы считаем, сколько мы за каждый период внесем, мы это все суммируем, да, и сколько мы получим по итогу за 10 месяцев, то есть, у нас какая-то должна быть доходность, да, то есть, мы вот таким вот мышлением мыслим. И Дмитрий сказал такую фразу, да, что самое важное в финансах, это время, за которое что-то происходит или может произойти. И банки нас приучили считать выгоду в годовых процентах, то есть, мы все, да, ориентируемся, либо на ежемесячный процент какой-то, да, потому что мы привыкли зарплату измерять в месяцах, да, сколько ты в месяц получаешь зарплату, мы привыкли, и мы этот шаблон накладываем на все остальное, стараемся, ну, уже как бы интуитивно по привычке. То же самое проценты, потому что банки нам дают годовых, столько-то там процентов, да, почему годовых, потому что на год 12 процентов, казалось, кажется, что уж не такими там маленькими, да, вот, то и мы тоже стараемся по шаблону по этому мышлению, по стереотипу, пытаемся наложить этот процент тоже там на год или на месяц, вот, но даже если стартовый поток пересчитать там в годовых процентах, то это тоже будет очень выгодно, вот. Но, но, надо уметь пересчитать текущие процессы, текущие процессы в стартовом потоке, да, текущие процессы, в годовой процент, потому что люди пытаются просуммировать все, что вложили и все, что забрали. Но большую часть из того, что вложили, они вложили с середины и уже из полученных денег, в том числе и купили и currency, и это основная тонкость, да. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть считать стартовый поток так, как мы его считаем, там, по 10 тысяч рублей, 20, то есть мы 200 тысяч вложили, да. Да, это неправильно, потому что мы суммируем как бы все вместе, да, а нам нужно уметь пересчитывать, в каждом периоде пересчитывать текущие процессы. Вот сейчас дальше, я думаю, вы поймете о чем. В какой-то момент стартовый поток выходит в плюс. Вот кто из вас тут считал стартовый поток и знает, с какого периода выходит стартовый поток уже в плюс? То есть получится, чтобы выложили денег больше, даже с учетом потяжки и кареси, чем забрали? Вот с какого? А это у каждого номинала разный период. Ну, давай посмотрим, кто сколько. Вот, Анатолий, с 13-го. С 10-го, Лежик. С 11-го, ага. С 13-го. В зависимости от номинала, я думаю, этот период будет разниться. Ага, вот с 13-го. Чем больше номинал, тем раньше он выходит на оккупаемость. Ну, да, есть в этом, потому что чем выше номинал, тем у нас... Выгоднее курс приема e-currency. Вот. Поэтому... И количество e-currency поменьше надо. Да, и количество e-currency, да. Вот на 10-й период, вот с 13-го. Вот видите, вы все ответили, как бы, ну да, а у нас в зале кто сидел, лидеры, никто не ответил. Потому что никто не считает, понимаете, в чем фишка. Дмитрий Васальев всех похвалил, что вы молодцы, что вы не знаете, с какого периода, потому что так и надо не считать. А если у нас много, кто считает, кто считает. Но это хорошо тоже, что считаете, потому что вы контролируете, пытаетесь разобраться в этом. Это очень хорошо. Вот. На самом деле, с 12-го, да, мы как бы там... Он нам рассказывал на примере 12-го периода, но говорил при этом, упоминал, что гораздо раньше. Поэтому давайте возьмем 10-й период, да. Ну, давайте, ладно, возьмем 12-й. Тредний, да. Тредний, да. Ну, на самом деле, раньше. На самом деле, гораздо раньше, чем 12-й. Ну, мы возьмем, как пополам разобьем, да. Точнее, нет. Давайте возьмем 10-й период. То есть 10-й период, это у нас 5 месяцев. Пол срока, да, получается. Вот. Вот Клежик скинул табличку. Вот она... Я понял, я понял. Сидит, считает. Хорошо. Вот. Дальше момент какой. То есть мы поняли, да, что стартовый поток выходит в плюс 12, ну, например, с 12-го, ну, на самом деле, раньше, да, мы пишем 12-й, а в уме у нас гораздо раньше. У кого-то 10-й, у кого-то даже, может быть, меньше. У кого-то, может быть, 9-й, у кого-то, может быть, 8-й. Почему? Потому что у кого-то икаренси, кто-то икаренси не покупает, кто-то их майнит, да, когда-то купил майнер далеко, давно, далеко-давно. Вот. А кто-то икаренси купил по 3 рубля, и до сих пор он не лежит, он с этих икаренси потихонечку подтягивает. Поэтому у каждого участника здесь своя математика. Это тоже важно понимать. У потока нету какой-то четкой доходности. У него есть ориентировочная доходность, да, вот в каком-то моменте. Сейчас расскажу про момент. Вот. Но у каждого участника своя математика. Это важно тоже понимать и важно объяснять. То, по какому курсу вы покупали икаренси, и то, по какому курсу вы их подтягиваете. Это тоже очень важный момент. Вот, в какой-то момент стартовый поток выходит в плюс, ну, в 12-й период, да. Вы, вот представьте, временная шкала, да, вот вы первые, вот временная шкала, вот эту палочку, вот не зря я ее в руке держу, да, почему-то в руку мне попалось. Сейчас включу себя. Вот, вот временная шкала, вот где-то примерно вот здесь ваш поток выходит в плюс, да, вот примерно здесь. Дальше это пошла его доходность, плюс выходит здесь. И... Я не так считаю. Юрий, конечно, вы не так считаете, потому что надо уметь правильно считать, выключу микрофон. Хорошо, что мы это услышали. Вот. Вот представьте, давайте спрячем вот этот вот период, да, как я сказал, под облачкой, да, вот этот период, нет, что-то там происходило, типа что-то там происходило, заводили мотор, да, там, или раскачивали там бизнес какой-то, или налаживали бизнес, то есть об этом не думайте. Что-то там происходило у вас, да, вы там, ну, что-то там вкладывали, забирали, вкладывали, забирали, покупали и карности, там, потягивали, вот. и свое уже вернули на этом этапе. Все. Вот я вот спрятал. На этом этапе вы уже свое вернули. Все. Дальше у вас отрезок следующего времени, 6 месяцев, да? Через 6 месяцев вы вышли в плюс и дальше у вас отрезок времени, вот этот вот оставшийся, получается, что начинается дальше интересная штука. Каждые 2 недели, каждые 2 недели в этом отрезке времени, каждые 2 недели, у вас есть возможность вложить деньги я потерял. Наши бизнес. Каждые 2 недели вложить деньги под какой-то процент. То есть с оборачиваемостью 2 недели. Как будто бы быстрый, да? Супер-быстрый, да? Вот как 2 недели супер-быстрый. Представьте, что у вас стартовый состоит из вот таких вот маленьких отрезков супер-быстрого потока. Да. Вот. Правильно так посчитать бы. Да. Хорошая эта самая. И получается, если в супер-быстром потоке четкая, зафиксированная доходность, то в стартовом это постоянно растущее каждые 2 недели после момента выхода на окупаемость, да? То есть... Да. И вот этот процент, он с каждым разом будет все расти, расти, расти. И в какой-то момент он даже доходит до 100% за 2 недели, да? Вы туда десятку и currency подтягивается, а он вам обратно 20 даже с лишним. Да. Если вот вы в этом отрезке посчитаете процент каждый период, каждые 2 недели, да? И переведете это все в годовые, то это будет сильно больше, чем в любом быстром или супер-быстром потоке. Улавливайте мысль. То есть мы считаем не во весь этот отрезок, да? Мы считаем, вот здесь мы разгоняем автомобиль, да? А здесь он у нас уже катится и заваливает вас деньгами. То есть мы считаем в каждый период мы вложили, забрали, вложили, забрали. И не считаем все в общей сложности, сколько мы вложили и забрали, а именно вот надо научиться считать вот так вот вот эти вот процессы, пересчитывать в каждом моменте этот поток. Каждый фрагмент, каждый период пересчитывать, сколько я отдал и сколько я забрал через 2 недели в процентном соотношении. Желательно это в годовой еще переводить, потому что так нам проще даже усваивать. И тогда получаются бешеные проценты. бешеные проценты вот и у меня в быстром потоке меньше очень сильно вот все вот вы 6 месяцев заводите а потом а потом у вас каждые две недели вы вкладываете деньги под бешеные проценты которые по нарастающему увеличиваются и которые оборачиваются вам каждые две недели и причем уже деньги не с кармана да да это тоже важно понимать не с кармана то что вы уже деньги будет из потока 100 получать вот на самом деле если все будут крутить деньги в быстрых потоков то то пожалуйста для системы это как бы ну это само понимать да выгодно но на самом деле стартовые потоки нужны чтобы переключить несколько коэффициентов давайте еще раз я вот у меня пока он это рассказывал дмитрий у меня в голове сложилась такая ассоциация сразу на примере бизнеса я последнее чем занимался еще у меня был до сих пор есть магазин на валберис знаете что такое валберис знаете что там какой-то был тенденция хайп все открывали магазин у меня тоже есть свой магазин я там торговал одежда я примерно представлял что я сначала открываю п вкладываю деньги да там всякие покупаю там это самое нахожу поставщиков анализирую покупаю программу специально чтобы проанализировать там рынок товар как выбрать какой с какого товара начать потом надо поехать поехать в москву найти на рынке этот товар я нанимаю человека который поехать поедет за меня нас ждет товар я его закупаю сразу деньги вкладываю то есть у меня на каждом этапе какие-то вложения дойдут потом я нанимаю менеджера который мне товар загружает и оформлять карточки карточки у меня начинают потихонечку давать продажи первые продажи пошли не начнется маленький возврат средств найти как только у меня товар пошел я начинаю еще денег выделять загружать и закупать еще товар еще загружать туда через месяц у меня еще больше приходит денег вот я с каждым периодом загружаю денег а мне бизнес генерируется больше и больше денег понимаете вот и в какой-то период до на 6 период по идее мой магазин на валберис через три месяца должен выйти в плюс я должен на 1 рубль 1 рубль вкладываю забираю 3 рубля дать оборачиваться в три раза я вложил допустим в сезонную одежду куртки зимние я продавал вложил допустим 1 миллион а до забрать должен через там три месяца три миллиона на утащи через месяц оборачиваться 3 миллиона там вложил 3 миллиона забрал 9 миллиона да по идее вот такая то брать но у меня нет гарантии что у меня что у меня там товар выстрелит мне нужно вкладываться в рекламу мне нету гарантии что меня менеджер не подведет как у меня произошло еще куча куча всего вот и даже когда у меня допустим магазин сработал начал мне генерировать да вот он у меня пошел сезон я там его шала три месяца раскочегаривал вкладывая деньги и у меня постоянно генерировал на вкладывал него больше чем с него получал бизнес а через три месяца он не вышел в плюс я разумеется захотел открыть второй магазин да то есть я второй стартовый поток открывая и они меня открыты в разное время один уже разкочегарился да а второй я только открыл это же начинаю потихонечку его разгонять потом третий магазин потом четвертый магазин 5 филиалов либо товары можно можно перевести если на вал бы забрать то товары то есть разные товары разные категории далее разные магазины филиалы да это разные как стартовые потоки получаются и каждый из них кто-то не какой-то не сработал магазин но не пошел товар какой-то еще не пошел там где-то процента 80 не пойдет у вас товара понимаете там как бы гарантии там у людей идут в этот бизнес рискуя 80 только 20 из 80 процентов что у них выстрелит товар и все равно не в него идут понимаете вот и на примере ларька сделать дату разных город точках города ларьки а потом еще и вдруг я захотел в испании открыть магазин да пошел в испании на испанских там или в польше на польских злотах открыл чтобы мало ли там с рублем да то есть диверсификация такая у меня пошла масштабирование крупная вот захотел потом в кыргызстан пошел в сомах открыл там себе бизнес который я получаю то же самое делаю но получать бизнес в этом в сомах понимаете да аналогию если сравнить с каким-нибудь либо онлайн бизнесом либо бизнесом на земле оффлайном вот примерно такая вот модель у меня вырисовалась в стартовом потоке после объяснения дмитрия васадина то есть не мы во всем еще раз до моменте повторюсь считать а вот раскачегалили магазинного адреса ли стартовый поток а все остальное на каждый вложенный рубль он нам генерирует сколько там несколько раз оборачиваемость вложили там 10 тысяч 13 забрали следующий период вложили 10000 опять собрали там 16 вложили 10 тысяч там забрали 19 забрали 20 понимать у вас есть возможность каждый период у вас получится печатный станок вот бизнес ваш бизнес куда вы вкладываете получаете всем это понятно этот момент напишите в чат кому понятно то есть каждому стартовому потоку относиться как маленькому бизнесу понимаете который вам приносит причем не в не 20 из 80 процентов а гарантированно понимаете риск не 20 на 80 а 100 процентов каждому потоку можно даже сказать а каждому периоду потому что каждый период он дает плюсы и иксы да да вот примерно так этим понятно да вот идем далее на самом деле так и так старт и поток нужны вот старт и потоки нам нужны чтобы переключить несколько коэффициентов доверие к нам вот мы сегодня начали нашу тему даст доверие стартовые потоки заставляют людей приобрести доверие быстрые почему хорошо идут потоки да потому что так микрофон потому что быстрые потоки ты нажал кнопку и забираешь тоже да все успел потому что доверия нет она хочется нам побыстрее побыстрее забрать да а стартовом стартом потоки нас доверие выращивается да и чтобы в нашем проекте получать по-настоящему много денег надо научиться доверять так как ключевой момент о чем мы самом начале с вами разговаривали чтобы по-настоящему много денег получать из фонда надо научиться доверять самому проекту доверять первую очередь да и тем кто вокруг вас тоже вашему окно люди в этом проекте да потому что когда вы научитесь доверять следующим шагом люди которые под вами они тоже которые потом появляются будут появляться они тоже научиться доверять вам у нас даже когда-то был такой лозунг помнишь андрей доверие и достаток доверие и достаток да вот и поэтому я бы назвал даже стартовые потоки это во первых это одни из самых высокодоходных потоках это раз а во вторых это мультипликатор доверия то есть это трансформационные потоки а это самое главное понимаете да если человек пришел сюда в сообщество и будет мыслить по старыми у него будут маленькие результаты и далеко не получится изменить на них жизнь надо чтобы изменилось вот здесь вот да то есть за он зашел в трансформационный поток изменил у себя здесь в голове и тогда у него начинает открываться ворота в изобилие вот этот ключик к воротам изобилия лежит стартовых потоков да именно так плюс доверие это высокая вибрация энергетическая так саму проекта и тем кто вокруг тебя потому что ты научился доверять то есть достаток у людей в нашем проекте появляется через доверие сначала доверие потом достаток поэтому те кто сомневается боятся не доверяют там кроют копают проверяют там и так далее это люди они очень долго будет идти к своему достатку потому что проверить и выкопать это невозможно это тупик для таких людей это просто работает и все вот поэтому доверяешь и все работает у тебя денег будет становится больше это я вот на себе могу сто процентов это прочувствовал и могу этим делиться когда люди начинают доверять друг другу происходит когнитивный эффект и мы у нас все вот так взлетает то есть когда люди друг другу доверяют нас там вот все все четко летит деньги мы посчитали то есть всем понятно да по именно по цифрам вот опять микрофончик лисан спасибо вот деньги мы посчитали а теперь не могу там это я тоже смотрю не могу включать микрофоны там у меня в настройках админа чуть не то потому что пытаясь выключать микрофон он выключается у ребят только для меня получается так управление видео чатами тебе дал права так то есть мы все время говорим у нас психологические математические формулы до психологии математика потому что математику с вами разобрали да как это все вот да многие обожглися не раз поэтому доверие не сразу приходит это логично это логично это логично сейчас я дальше надо сейчас психологическую часть мы с вами разбираем дальше деньги мы посчитали то есть понятно да как с этим работать дело в том что когда человек живет не в рамках нашего проекта да он же он живет в состоянии постоянной лжи то есть в том мире сегодня мир построен на лжи и лошадь телевизора там лошадь работодателя все постоянно друг другу лгут и никому нельзя доверять но доверять можно вот то что мы сейчас говорили да что мы реально привыкли что никому нельзя доверять что все хотят тебя что-то поймать кругом и бесплошь и везде вот но но доверять можно и даже если в этом неправильном мире ты научишься доверять людям это тебе принесет пользу если мы даже в этом неправильном мире будем научимся доверять даже тем людям которые нас кидают да потом это нам принесет пользу сколько бы вас не обманывали но если при этом продолжать доверять людям они меняются это звучит странно но это работает если вы находите в себе силу доверять и верить несмотря на происходящее важно что доверие это не результат чего-то там чего-то там что произошло потому что когда доверие это результат чего-то что произошло то вы попадаете в на инфо цыган которые вам покажут как все красиво все люди хотят чтобы их обманули прям просят прям выпрашивают обманите меня пожалуйста вот когда им говоришь простоту этой схемы что вот так вот это работает они начинают там это когда он говорит что вот у нас там криптовалюта у нас там торговые роботы у нас там супертехнологии какие-то там это они начинают верить да потому что не разбираются в этом вот когда что-то идет за ширму до восприятия то это вызывает доверие вот а мы говорим правду как как оно у нас все и идет и поэтому это все так долго существует потому что мы реально открытые правду сам Дмитрий Васадин кстати я заметил он всегда тоже стремится говорить правду вот я ни разу не заметил чтобы он как-то пытался там что-то наше так вот сманипулировать даже когда пытается что-то сманипулировать он поясняет что я вот говорю вот так вот потому что мне надо чтобы вот так вот поняли вот и мы когда сидели ночью он там говорил что задавайте мне любые вопросы абсолютно любые даже не связанные с нашим фондом у меня для них есть ответ то есть этот человек прям реально от него чувствуется эта искренность искренность неподдельно не наигранная вот реально искренность и желание помочь и передать людям это понимание чтобы мы вот взяли и вот приняли его эту идеологию и встроили в свою жизнь в свое сознание и начали жить по этим правилам да вот и вот он прямо заметно как он старается как он старается уже даже 11 лет пыхтит как бы да ну как у меня складывается такое ощущение ну у него все получилось судя по тем вот лидерам топ лидерам которые приехали которые уже в принципе все уже в теме полностью понимают у него хорошо это получается психология доверие у нас строится на том чтобы в начале привычным человеку вот понимание да психология доверия у нас строят на на том чтобы в начале привычным человеку обманным путем мы его затащили в эту систему показав ему фокусы с процентами там и прибыли да потому что человек иначе не пойдет потому что это бред, что мы вот сидим, и у нас есть деньги, и мы при этом ничего не делаем. Да, ну, согласитесь, в это мало кто может поверить, чтобы как-нибудь вы ничего не делаете, просто так деньги другу гоняете, у вас они есть, что ли? Вот, поэтому вот эти все фокусы у нас, там, гекаренси, подтяжки, там, потоки, вот эти вот, раньше было все просто, да, Андрей, 1% 30 дней, как бы, но эту глубину никто не понимал, а теперь вот так вот замудренно, это чтобы людям психологически было более, ну, комфортно, да, это все воспринимать, играть с этим. Ничего не делаем. И потом, и потом, когда человека уже затащили, да, сюда, вот, в наш счастье, в наш фонд и тире его счастье, у нас включается схема, по которой он вначале приобретает доверие, постепенно он начинает понимать, что это происходит, то есть он начинает чувствовать это. Почему мы говорим, заходите, открывайте потоки, потому что только тогда у вас доверие начнет возрастать, и вы будете чувствовать, что это реально происходит, это реально так, вы не понимаете, как это работает, но это реально, вот, смотрите, вот живой пример Сергея, вот живой Андрей, там, живые еще лидеры, там, у них это работает, почему он не это не может сработать? Я, правда, я не понимаю, как это работает, но вот куча людей, которых это работает. Понимаете, вот доверие начинает, и когда он начинает заходить, у него тоже начинает это работать, срабатывать, происходить с ним это. Вот. И доверие крепнет, сильнее и сильнее. После этого он начинает транслировать, да, доверие, уровень доверения вниз по структуре. И у человека появляются люди, которые тоже ему доверять начинают. Что вообще нонсенс, да, для многих. Жил себе, не тужил, и тут раз тебе люди доверять начали. Жил, не тужил в этой системе, себя обманывал, всех обманывал, а потом тут бах, и тут люди, ты доверил, ты доверился проекту, и начинают люди тебе доверять, да? А потом люди начинают доверять друг другу, что самое важное, да? Потому что сообщество без этого не построишь. Только с помощью того, что люди начинают доверять друг другу, крепнет из года в год сообщество. Потому что, ну, иначе бы лидеры здесь не тусовались бы по 9 лет, по 7 лет, понимаете? Потому что разные моменты были, и тем не менее никто не уходил, и максимально все остались, да? Вот, поэтому, скажу честно, вот, потому что лучшего места нету. Ну, нету. Покажите мне лучше. Я еще не видел. Нету таких мест, где взращивается доверие. Все же на бабки, все деньги, власть, коммерция и так далее. А чтобы доверие взрастить, у нас не про деньги, у нас про доверие. Вы понимаете же, да? Сейчас, дальше. Деньги – это побочный эффект доверия. Да, 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 да. Жили себе, не то жили, тут раз тебе люди доверять начали. Потом этот человек становится лидером, которого затащили, да, который начал доверять, учиться. Потом у него начали появляться, у него люди, которые тоже ему начали доверять. А почему они ему начали доверять? Потому что они считают первых его состояния, а во-вторых, они видят, как его уменяется жизнь, да? Потом этот человек становится лидером, и он уже хорошо доверяет тем, кто был до него вышестоящим, да? И у него тоже становится целая куча тех людей, которые доверяют ему. Это же какая психологически мощная штуковина. Здесь не про деньги, да, как здесь про доверие, действительно. То есть мы доверяем друг другу по цепочке. Сначала я доверил там вышестоящим, вы доверяете все мне, да? Вот Андрею там, да, кто мне первая линия. Ваши люди доверяют вам полностью, целиком и полностью, да? И у нас все держится вот именно на этом доверии, на психологическом феномене. Доверительном. И дальше, и дальше, и дальше все раскручивается, разные потоки, разные подходы, все это рассчитано на то, чтобы люди больше доверяли и самое главное друг другу, да? Не самому проекту, а друг другу. То есть человек увлекается, начиная там со стартового потока. Почему стартовый поток? Потому что стартовый возрастает доверие, а потом он начинает быстрый, растущий, накопительный, лотерейки начинается, чтобы, не дай бог, джек-пот выиграть, да, лотерейки. Так-то вообще там уровень, да, это же какой лифт, да? Если мы, допустим, через стартовый поток поднимаемся по ступенькам, да, доверию, то если человек зашел и тут же внес там тысячу, выиграл миллион, то он на лифте такой поднялся на уровень доверения, все, это я, короче, сюда жить и всех сюда сейчас притащу сюда. То есть, понимаете, да, ваш уровень развития, скорость, скорость вашего развития зависит от уровня вашего доверия. Если вы научитесь сразу вот на эту планку, запрыгнете на верхнее доверие, у вас скорость полетит просто молниеносно. молниеносно. Если вы будете вот здесь и пришли, я посмотрю, я посмотрю, там это, то у вас и скорость такая будет вот такая вот, медленно будете в галотекущем режиме, все будут ботеть и здесь в Турцию, а вы будете сидеть и смотреть на них через экраны монитора. Потому что вы не доверяете. Понимаете о чем? Вот. Дальше, дальше все раскручится. Так, важно, чтобы мы доверяли в круге, в кругу друг другу и это транслировали вниз. И это все побуждает все больше доверия и это все работает. А математика это уже то, на чем это все лежит. То есть, первое, это у нас первичная психология, доверие, то, что мы, а математические эти формулы, это уже все, на чем держится как фундамент наше доверие. Здесь постепенный психологический эффект. Вот. Это то, что у нас про стартовый поток было. Начиная со стартового потока и заканчивая вот этой вот всей механикой психологического феномена денег. То есть, деньги, мы все знаем, что это не счетные палочки, это не цифры, это психологически сложный психологический феномен. Вот этот психологический феномен Дмитрий Васадин просчитал, заложил его в математические формулы, при помощи которых мы сейчас с вами богатеем и становимся счастливее. Поэтому сразу выйдя с этой конференции, я еще долго сидел, переваривал это все, перечитывал, и я понял, что у меня же много стартовых потоков. Я реально, вот сейчас вот если открою, реально ощущаю, что я за ними не слежу. У меня только на сколько тут, 16 или 17 потоков стартовых на рублевой зоне, я понимаю, что там написано, какого числа, какую сумму, но когда у тебя их много, ты не будешь их считать. Я просто захожу, я вижу, особенно те, которые на авторе инвести, мне их не надо отслеживать, когда пополнять, я захожу, у меня в копилке деньги, в копилке деньги, те деньги, которых я не жду. Это тоже важный момент психологически. Те деньги, на которые вы рассчитываете, они вам как нагрузка, да, вы уже психологически их потратили даже. И поди, не дай бог, что-то там пойдет не по плану, да, например, вы будете от этого страдать. А деньги, на которые вы не рассчитываете, и они вдруг вам так вот приходят, там микрофончик дать, вам приходят. Вы, это утром проснулся, деньги в копилке, о, класс, с этими деньгами могу что-то делать дальше, понимаете, да, нежданчиком. Это другой психологический эффект происходит. Вот я понял, что стартовые потоки, почему о них вы их посчитать можно, но их не надо считать, потому что теряется вот эта вот изюминка его неожиданности. Поэтому я открыл, сразу вышел и открыл себе ускоренный на 100 тысяч рублей первый, свой такой крупный ускоренный на 100 тысяч рублей. Со следующего периода я уже получу 106, эти 6 тысяч, они у меня шлепнутся, я даже не буду отслеживать. Потом просто подтягиваю икаренси, да, там, на доходность этих потоков, потом и хватит его на икаренси, ну, окупить. Вот, и я решил, а что, а, еще момент забыл сказать. Когда мы сидели, у меня передо мной сидела Вера Хаптинец, вот. Она повернулась и сказала, ребята, а еще важно открывать стартовые потоки, там, не помню дословно, ну, конечно, не только на разные номиналы, а еще и на разных платформах, разных валютах. И Дмитрий Васадин такой, сразу обратил на нее внимание, вот, слушайте Веру, во все времена, когда у нас были самые тяжелые времена, у Веры всегда было все хорошо и у ее команды, на нее обратил внимание, вот так вот. То есть Вера, как бы, знает, шарит, да, можно сказать, так расшифровать этот посыл. И она, как бы, подсказку дала, действительно, я-то сижу, действительно, это же бизнес в разных странах, у меня много разных магазинов. Разные, разные, я могу начать, так, у кого-то микрофончик там опять. Нина Щербакова. Еще, еще, Серега. Я выключу. Разные, опять сбили, вот эти два микрофончики, надо сейчас выключать. У вас в разных странах разные магазины? Да, в разных странах разные магазины на разные номиналы в разных валютах. Представьте, у вас бизнес международный по всему этому. Матрешка такая. Да, вы получаете в разных странах, в разных валютах. Вот я сейчас сижу, я осознаю это, потому что, действительно, я захожу на мою историю, что у меня там постоянно туда сваливаются польские злоты, постоянно сейчас сомы сваливаются, евро сваливаются, на сберкассу сваливаются рубли. Здесь я ощущаю реально каким-то мега предпринимателем, который вот международный бизнес разных валют. А дальше будут еще следующие страны открываться, есть как бы в планах там, ну, охватить всю планету. Да, тоже, то есть мы еще не начали даже. То, что сейчас мы делаем, это даже еще не начали мы. Это так, ну, потихонечку раскачивается, да, ну, когда мы начнем, там вообще будет масштаба своей энергии. Вот поэтому я пошел сразу на европлатформу, открыл на 1000 евро себе стартовый. Вчера я открыл на польских злотах себе стартовый. Через еще два дня, я решил каждые три дня себе открывать поток стартовый на любую для меня доступную сумму, на любую. Есть у меня 5000, открой на 5000. Есть там 10, есть, у меня есть 100 тысяч. Я могу себе позволить открывать на каждые три дня себе по 100 тысяч в потоке. И посмотрим, что из этого выйдет. И, точнее, не посмотрим, я знаю, что из этого выйдет. Потому что есть ребята, Валентин Карпов, да, ну, сейчас Украины топ-лигеры, украинские топ-лигеры. Они уже два года. Вот я насколько слышал там Валентина Карпова, не помню, то ли где-то я слышал, то ли читал его в чате. У него, говорит, больше там 90 с чем-то потоков. Номиналом по 1000 евро. Представляете, да? Я просто представил так на секундочку. И он говорит, что это единственный поток, на котором я все строю команду. Все строю команду, потому что два года те участники, каждый понедельник, у них понедельник день инвестора, они его называют. Они объявляют день инвестора, и каждый понедельник все участники команды открывают себе любой стартовый поток на любой из доступных номиналах. Вот я хочу также, вместе с вами, запустить этот марафон, челлендж. Я запустил этот челлендж, мы запустили его в Анталии. Объявили, прям ехали в автобусе. Сусарбу Соболеева, куратор, она мне подсказала, давай кругляш запишем. Потому что я открыл сразу поток, она подхватила, потом наши лидеры подхватили, начали кое-что все открывать. И объявим флешмоб, открытие стартовых потоков, давайте. И все подхватили, и Ирина Левченко, видели, нам на миллион открыла, ой, на 10 тысяч, по-моему, долларов открыла. И, то есть, начались открывать стартовые потоки. Вот Ирина Левченко, кстати, много раз говорила об этом, уже на зарядках, она постоянно рассказывает, что открывайте как-то самый выгодный поток, открывайте как можно больше. Она-то знает, это Ирина, это непосредственно тот человек, который знает больше, чем мы все вместе взяты о наших потоках. Вот тогда мне жетон провалился, я решил открывать, и хочу, чтобы вы тоже сейчас это делали. Открывать все стартовые потоки на как можно большие суммы, доверять и не считать. Это феноменальная штука, которая сделает вас богатыми. Это то, что непривычно нашему традиционному восприятию. Вот так вот взять и открывать много потоков, и не считать их. Как мы же привыкли. Отпустить контроль, отпустить контроль и довериться течению этих потоков. И мы приплывем с вами быстро в Черногорию в сентябре уже. В сентябре за три месяца потоки насчет окупаться. За счет того, что еще важный момент. То, что я доверяю, я транслирую вам свой уровень доверия. Вот я сейчас даже дошел в стартовые потоки, как я вчера их выводил, скриншот сейчас скину. Это цифры, эквивалент моего уровня доверия, который я транслирую вам. Понимаете, о чем я? Сейчас я вам открою еще историю. Начисление, чтобы вы понимали. История выводов. Старт и поток. Это структурный бонус. Это не реферальный бонус, смотрите. Числа, да, смотрите. Каждый день по 10 тысяч рублей. Могу я себе в месяц только с реферальных открывать стартовые потоки, только со структурных реферальных. Понимаете, о чем речь? То есть ваши потоки, это не только ваши деньги. Это потоки еще тех людей, которые вам доверяют. Сейчас я вам покажу еще один уровень доверия. Это уровень доверия растущего потока, посмотрите. Посмотрите даты. Когда и сколько я вывожу. Это структурный бонус. Это ваша работа уже. Это то, как вы доверяете своим лидерам. Да? И по цепочке до меня доходит. Понимаете? Вот где деньги. Вот растущий поток. Реферальный бонус и структурный бонус. Причем 2 миллиона это за последние несколько месяцев. Половину структурного бонуса. И через полгода это будет уже десятки миллионов. Понимаете? Угу. Вот о чем я говорю. Вот о чем доверие. Когда вы запускаете стартный поток на доступную вам сумму. Для меня было страшно, честно скажу. Для меня было страшно на 100 тысяч открывать. Но потом, когда я сел и прикинул, сколько у меня рефералки только. Я только на одной рефералке могу пополнять эти потоки. Я вспомнил слова Ирины Левченко, что она говорила, что запускайте, когда вы запускаете стартный поток, вы как бы даете во вселенную свое намерение о том, что теперь мне через неделю, две недели нужно деньги, чтобы пополнить этот стартный поток. Вот мне приходится столько-то, и вселенная вам подгонит эти деньги, она вам подгонит их в виде людей, которые придут, доверятся вам, вкладут, вы получите рефералку, с этой рефералки сможете пополнить свои. Так это по цепочке вверх будет вот так вот складываться. Вот. Поэтому, друзья, я надеюсь, вы ловили домой посыл. Открывайте стартные потоки. Сегодня у нас понедельник. Давайте для нас, для нашей команды, мы тоже с сегодняшнего дня объявляем день инвесторам в Cashflow. И прямо сегодня подхватывайте этот челлендж и открывайте на любую доступную для вас сумму комфортную, чтобы немножко страшно было, чуть-чуть было страшно. Не прямо так, чтобы последние штаны снять и отдать, а как бы 5 тысяч, если вы там в день получаете 10 тысяч, ну или 5 там, 5 тысяч, ну как не 5, давайте, тысячу в день, допустим, вы получаете, ну 5 тысяч можете открыть. Кто-то больше может, кто-то может на 100 тысяч зарядиться, как я. Я сразу уже, я уже получается уже 600 тысяч отдал. То есть я открыл ускоренный этот. Я просто завтра, я каждые 3 дня буду. Я не каждую неделю буду, я хочу каждые 3 дня открывать. Я буду, причем на разных платформах. И вы также. И давайте посмотрим, что из этого получится, какой-то эксперимент. На следующий год, вот я верю, я доверяю, я доверяю Ирину Левченко, я доверяю Дмитрию Васадьевну, я доверяю его настоящим лидерам, я доверяю каждому из вас. И самому сообществу, что через год таким темпом мы все с вами поедем на Мальдивы. Будем тусоваться. Вот сейчас насколько уровень доверения ваш будет, то если вы сейчас доверите, научитесь доверять, вы поедете тоже на Мальдивы в следующий год. Ну или в этот же год. Ну в этот же год, по-любому, что у вас тоже появятся люди, у вас рефералка пойдет, вы можете раскрутить, это не только за счет потоков. Вот. В Черногорию вы поедете. Даже вот уже. Вот ваша поедка в Черногорию и вообще путешествие, ваша свобода жизнь, зависит от того, насколько вы прямо сейчас научитесь доверять. Поэтому запускаем мультипликатор доверия, это стартовые потоки. Уже начали открывать Валентина Вележанина. Поздравляем Валентину, молодец. Отлично. Подхватывайте все этот челлендж и побежали. Это новый будет виток развития нашей команды. Это будет новый вообще прорыв в каждого из вас, в каждого из вашей жизни. И ваших людей. Окей. Я, в принципе, все, что хотел сказал. Андрей, если есть что дополнить, можешь сказать тоже. И ссылку, то есть вопросы, вы тоже можете задавать. Так, друзья, ну что, надеюсь, вы поняли, да, по поводу цифр. Мы еще раз, я повторю, то есть нам надо вначале самым считать цифры, которые мы затратили из кармана достали. Все. Вот больше ваших расходов нету, чем то, что вы достали из кармана. В период. В период. Именно в период. Нет, сначала же человек там затрачивает какой-то. Это облачко у него вешаем, это все облачко вешаем. Это мы, в общем, учимся на это не обращать внимания. Мы разогоняли, и когда у вас поток вышел в плюс, вот здесь мы начинаем уже считать каждые две недели, сколько мы дали, сколько мы забрали. Вот так вот это правильно будет мысль. И потом, соответственно, вы, вот домашнее задание высчитать, если кто хочет считать, да, сколько процентов годовых. Потому что, допустим, на двадцатом периоде, на девятнадцатом периоде однозначно у вас там будут проценты под восемьдесят за две недели, под семьдесят, под сто даже процентов за две недели. Поэтому, вот, а сколько годовых и того? Это вообще очень интересная задачка. Если кто вот хочет считать, вот прям вот ему не имется, звербит в одном месте, вот тому надо вот научиться считать вот годовые проценты и потом подумать, выгоден он или нет. Ответить для себя на этот вопрос. Какой, допустим, на шестнадцатый период, какой годовой процент на шестнадцатый? С номинала там пятьдесят тысяч, например. Да. Вот. И при условии, что покупал я икарнси по такой цене, а подтягивал по такой цене. Вот, представьте, вот эти все константы взять в расчет и из них высчитать. Ну, если вам делать нечего, то пожалуйста. И вы будете же, когда вы все посчитаетесь, вы потеряете эффект неожиданности. Вот это то, о чем я говорил, этот конъективный эффект. Когда, оп, сотка прилетела. Откуда? О, со стартов, а я про него уже забыл. Ведь приятно, когда вы деньги в долг кому-то даете. Да. Отложили деньги. И, точнее, отдаете без надежды, что вам их вернут. Просто отдаете и все. Вернет человек? Ну, хорошо. Не вернет. Ну, и ладно, как бы мы будем это. Ну, я стараюсь отпускать всех таких людей. Кому-то отпускаю. Но потом, представь, вдруг человек это решил вернуть. Да. И ты такой смотришь. Опа, вот эти деньги пришли. О, классно. Ты уже их не ждешь, а они пришли. И то же самое здесь. Отдайте и забудьте про них. Вообще, отпустите. Все. Нет, это не ваши деньги. Вы их подарили сообществу, фонду. Но, взамен на это, фонд вас начнет потом заваливать этими деньгами. То есть, понимаете. И причем, теми деньгами, которые вы не ждете. Вот именно относитесь так, чтобы не ждите от него ничего. Это очень крутой вау-эффект, который я сейчас проживаю в данный момент. Почему у меня денег? У меня денег куча просто. Можно вопрос? Да. Можно вопрос? Добрый день всем. Добрый день. Сережа, у меня один вопрос. Вот смотри. Быстрые потоки я открыла. Растущие тоже у меня работают. Стартовый поток я как-то обходила стороной. Но вот сегодня я услышала, что действительно нужно открыть. У меня вопрос. Вот мы, допустим, открыли стартовый поток на 5 тысяч. Через каждые две недели мы должны добавлять. Я должна опять 5 тысяч добавлять или любую сумму? 5 тысяч? Ну, ты получать будешь. Да, но ты сразу получать будешь. То есть, ты 5 тысяч положила, через какой-то период получила там, сколько там? Сколько у нас? 2 тысячи, да, по-моему? Первая выплата идет. 1 тысяча 250. А, 650, да. Вот тебе остается добавить к этим 1250. На сколько получится? 3? 750. Ты, то есть, уже с кармана 3,750 достаешь и вложишь туда? Потом в следующий период ты уже еще меньше достаешь. Плюс и каренси. Плюс и каренси. Плюс и каренси, да. Плюс и каренси, да. Не забываем об этом. Поняла. А то я что-то немного недопонимала. Думаю, как, мы положили вот, допустим, стартовый поток открыли, но не вникала еще. Вот поэтому... Вот, пора. Пора, Оксана. Нет. Ну, как мы с тобой разговаривали, ты обычно говоришь, быстрые потоки открывай. Открыла, они у меня работают, все. Потом открыла растущий поток, как ты говорил, он будет тебя кормить в дальнейшем. Да. А на стартовый поток просто перепрыгнула и все. Да. Да. Вот я сам по своей, по своей как бы неопытности, да, я новичков пропускал через быстрые потоки, чтобы у них выросло доверие. Ирина, ага, спасибо. Чтобы у них выросло доверие, потому что я думаю, сейчас человек получит за месяц там какой-то, но доходность быстрого потока, она не вызывает такой уровень доверия, да, потому что, ну, как бы она не ощущается до доходности через месяц. То есть через месяц вы не поменяете свою жизнь. А стартовый поток, там он с обязательным, он вас заставляет каждый период туда отдавать деньги, вы учитесь, во-первых, отдавать, а потом через полгода у вас уже, через за полгода вы уже психологически свыкнетесь с тем, что вы участник фонда, да, и вы уже походите на наши презентации, созвоны, так далее. Так, Ольга Степаненко вылетается с двух ног с микрофоном включенным. Все, спасибо, поняла, Сергей, благодарю. Да, через полгода, когда ты вдруг ощутишь, что тебе деньгами заваливает, тебе вау, доверие вырастает опять. Ну, жизнь меняться начинает, вот, то есть это немножко длиннее дистанция, вот, я теперь сейчас всех, я сам, во-первых, вот все, сейчас на старт, я делал упор на растущий поток больше, а все остальные так, ну, сейчас я сам буду, хочу делать упор на стартовый, потому что я знаю людей, которые только на стартовых, в смысле, делают упор на стартовых, и у них очень круто все идет. вот, поэтому, еще вопросы? Спасибо, Сергей, еще вопрос давайте я задам. Смотрите, вот эти стратегии, почему люди нету доверия, потому что нету визуального просмотра цифр, таблицы какой-то, если ты посмотришь таблицу по быстрому потопу, ты понимаешь и подтверждаешь это цифрам. Когда человек видит подтверждение, у него вырастает доверие. Соответственно, если он даже получает этот результат, он убеждается в том, что действительно схема рабочая и нормальная. Вот я считаю, что нам вот нужно в командных чатах вот так проводить занятия по стратегиям, вот показывать, допустим, кто-то там, я вижу, что ребята в ютубе выкладывают, вот такая стратегия. А чтобы это была командная стратегия, вот смотрите, мы взяли деньги с растущего потока, вложили ее, допустим, стартовый, стартового там быстро запустили, и получается вот есть каждая стратегия, которая развивается. Шумона вот так, вот так и вот так делать, чтобы это было не просто кто-то придумал, а кто-то еще добавил. Это один вопрос. Я вот это представляю, как есть бочка с водой, ты вкладываешь туда 100 тысяч, да, 100 литров наливаешь, в растущем потоке они превращаются, тебя забираешь 250 литров. Понятно? Понятно. Вложил 100, забрал 250, но не сразу, в течение какого-то периода времени, ясно? Ясно. Надо тебе такая схема? Да, классно. Понимаешь, все, человек пошел. Вот, он понимает, сколько ему надо вложить, тут тебе 100%, тут 150, тут 300 миллионов вложишь, 300 получишь. Все. Человеку понятно. И растает доверие, потому что он действительно, если он вложил, он получил эти денежные средства, и он тогда будет привлекать с другой энергией. То есть, человек внутри, ясно? Ему понятно. Я к меня, говорит, зачастую спрашиваю, а что ты провода, говорит, не отключаешь автомат, когда в розетке лазишь, говорит, потому что я знаю, что вот этот провод можно трогать пальцем и ничего не будет, а этот нельзя. Вот, и потому что я понимаю, как это работает. Так же самое и здесь. Доверие – это классно, говорит. Вот, нам нужна понятная стратегия, как дойти к этому моменту. Хорошо. Вот вопрос относительно стартового потока. Мы укладываем определенную сумму денег. Какой процент охотности дает поток за 20 периодов? Опять вернулись, да, обратно? Можно я? Здравствуйте. Я в дороге. Пока стоим, можно включусь? По поводу стратегии Андрюша знает, мы с ним об этом обсуждали. Хочу даже у некоторых участников, которые это выкладывают, поругать. Одному участнику я даже написала злобный комментарий в YouTube, потому что человек не считает. Если он берется считать, то уж берись. Хочу ответить Виктору. Виктор, наверное, вы еще не разобрались с нашими потоками, если просите каких-то стратегий. Очень обидно. По-моему, я знаю, что вы уже тут давно. Ведь каждая стратегия, она очень-очень индивидуальна. Мы не можем быть как кто-то. Я всегда говорю всем своим новичкам и вообще всей своей команде не дадут соврать. Никогда, ни на кого не оглядывайтесь. Никогда не заглядывайте в чужие потоки. Делайте только так, как вы можете себе позволить. Как вам интересно. Я всегда на подхвате, если человек мне обращается, Лен, у меня вот тут скопилась такая-то деньга. Что я могу с ней сделать? Я говорю, о, смотри, можно перезапустить быстрый, можно супербыстрый, а можно уже начинать открывать растущий. Понимаете, вы вот сейчас сами делаете утопию. Вы слушали сегодня конференцию или нет? Я подключилась не сначала, и то я поняла. Мы забываем саму философию нашего фонда. Вы опять из этого делаете какую-то обычную инвест-компанию. У нас философия другая совершенно. Вот вы знаете, вы сейчас говорите, я скажу человеку, интересно, не интересно. У меня миллионы таких людей, которым я говорю интересно. Они говорят, да ты чего? Я сейчас пойду вот там в другую инвест-компанию, вложусь и там бы больше срублю денег. Так вот, я вам еще раз говорю, вы не запрашивайте и не ходите по вот этим всяким непонятным каким-то другим предложениям, потому что вы лично сам управляете своими финансами. И ваша команда, вы только как консультант, но никак не человек, который говорит, берешь отсюда, ложишь сюда. То, что предложил сейчас Сергей, замечательная, интересная вещь. Это мотиватор. То, что стартовое должно быть много, мы это уже поняли. И опять же, это для того, кто хочет, кто хочет и желает. Здесь нет принудиловки. Все, я сказала, иначе я буду дальше ругаться. Спасибо. Ругаться не надо. То, что не промолчала. Это из разряда, покажите меня в фокус, обманите меня. Покажите мне цифры. Ну, давайте. Вот это как раз, я же Виктор, я не знаю. Да, ну вот опять же, Виктор сам обманулся, говоря, 100 вкладываешь, 250 получаешь. Ну, не правда же. Ну, ведь не правда же. Да, я скажу. Все, все, все. Пошла женская энергия. Да, это из разряда, вот то, что я вначале говорил, Виктор, может быть, не сначала смотрел, а потом в записи, если я сейчас посмотрю, потом нарежу кусочками, потому что я много наговорил такого. Это из разряда, покажи мне фокус. Но, но. Фишка в том, то, что невозможно их посчитать. Мы не знаем, я уже говорил, что у каждого своя математика будет. У каждого своя математика в стартовом потоке. Особенно когда у вас их много, на разные номиналы, в разное время, в разных валютах. Это невозможно посчитать. Тут мы не от одного отталкиваемся потока. На одном потоке вы не уедете далеко. Здесь надо регулярность, постоянство и. Мы же не про деньги, мы про доверие. Правильно? Вот если мы будем считать, то мы далеко не уедем. Если мы будем доверять, то у нас вот так все взлетает. Сережа, можно? Сережа, можно? Это другая энергия. Да. Слово можно? Я хочу сказать тоже в поддержку к Лене. Леночка молодец. Но тоже не могу промолчать. Я когда пришла в потоке, тоже слушала, считала. Мне Сережа говорит, Ларис, не считай. Я трубку отключаю и думаю, ну как не считать? Сажу, считаю. Ларис, не считай. Опять. Когда третий раз он сказал мне, не считай, я не знаю, как так получилось, как провалился этот жетон. У меня вот на это не считай, у меня откликнулось то, как создать больше. Как открыть этот, этот, этот и этот. И я перестала считать вообще. И не хуже тебя, Сереж, стартовый есть, но я его не смотрю, да. Ой, там то ли не подтянуть, если Каренцы так засунул сюда. Ну вот я играю, как, я в шахты не умею играть, я не знаю, как правильно. Пазлы. Это сюда переложил, это сюда. И вот эта магия начала работать. Я не считаю. Я думаю, как открыть больше. Вот. Правильно, Лариса. То есть, образ, у вас образ, да, глубина. То есть, когда мы перестаем считать, копаться вот на поверхности, да. Вот, у нас глубина сразу же перед нами, да. Она как-то по-другому начинает. Прямо в голове. Пазлы по-другому складываются. Это как в эту картинку, вы смотрите просто. А потом провалились туда, когда начинаешь доверять. То есть, вроде картинка, там ничего не помните, с обратных тетрадок, даже в школе там было как-то, да, объемные эти картинки визуальные. Смотришь, и ты начинаешь доверять, расслаблять глаза, расфокусировку, и ты проваливаешься туда в глубину. Вот то же самое и на стартовых потоках. Поэтому, друзья, вы поймете тогда, когда у вас их будет больше хотя бы десяти. Хотя бы десяти. Психология. Психология, которую уже посчитал Дмитрий Васадин и дал ее нам. И мы просто должны себя вести так, как мы ведем себя обычно. Не считая, не контролируя. Как только у нас включается контроль, все ломается сразу. Понимаете? Как только счет, контроль, все сразу мы перестаем богатеть. Как только мы отпускаем вот это все, доверяемся в этот поток, делаем то, что рекомендуют нам лидеры и там сам Дмитрий Васадин, происходит, как Лариса сказала, магия. Вот эта вот магия, что нас выталкивает быстро. Так. Вот так. Вот это... Сергей, может быть, я скажу? Да. Да. Ну да. Спасибо, во-первых, за разъяснение. Вот хочу всем сказать, хочу и вам пожелать спасибо за то, что действительно доверие. Хочу сказать Андрею спасибо. Вот вы знаете, я вошла когда в поток, я восемь месяцев уже в потоках, и у меня доверие откликнулось на третий день. Но вы меня все уже знаете. Я стала сразу спикером. От чего? От того, что вот есть доверие. И я никогда, я пыталась тоже сначала просчитала. Но я всегда говорю, что если вы пришли доверить себе, во-первых, себе, вы доверились лидеру, доверились себе, доверились этому фонду, и у вас деньги пошли. Вот если нет этого, то, конечно, идет торможение, начинаем высчитывать что-то все. Я считаю прибыль. Я всегда встаю утром и считаю, хоп-хоп-хоп, прибыль пришла. Я стартовые потоки сто раз у всех пересматривала, сто раз просчитывала, и всегда даже все мои девочки, все мои участники, все мои мужчины сразу скажут, я всем всегда говорю, хотите, верьте мне, хотите, не верьте. Я настолько доверяюсь этим потокам, я прекрасно знаю, даже называла цифру, что у меня будет столько, вот у меня будет 200 тысяч. Я не считаю, я не знаю, почему я так доверяю, интуитивно доверяя, и я эти деньги уже вижу, прям вот предвкушение. Сколько раз разбирали разные всякие эти стратегии, все, согласна, у всех стратегия разная. Но если я доверяю и я знаю, что я получу, вот на этом у меня срабатывает моментально. Так вот и сегодняшний у нас созвон, перестаньте вообще считать. Верьте в себя, верьте лидеру и доверьтесь этому фонду. Если вы пришли и положили 3 копейки, да хоть вы усчитаетесь, да хоть вы пересчитаете, да хоть вы всю ночь сидите и две ночи подряд сидите и высчитываете. Денег не вложил, никакого доверия у вас нет, да хоть сто раз рассчитывайте. Вот когда я перестала это делать, я ведь на пятый день практически все открыла. И теперь у меня тоже на всех площадках начинают открываться эти стартовые потоки. Я прекрасно понимаю, что это будет мое доверие и мои все высокие проценты. Я даже не знаю, как это выразить, но это именно доверить сердцем. И они у меня идут, эти деньги, тоже так же. И вот как вот спрашивают, как это так за 8 месяцев выйти практически на 2 миллиона? Да просто так. Вот это доверие. Доверие тому. И команда доверяет. И некоторые приходят и говорят, как это у тебя так получается? Вы мне доверили? Доверили. Так сделайте так, как я сказала. Сделайте так, как сказал Андрей. Сделайте так, как сказал Сергей. Точно так же теперь повторяю слова Ирины Левченко. А так надо. Вот если вы не доверяете, значит вы не хотите себе этого. Вы же садитесь в автобус и едете, и вы говорите, да, я доеду. Вы себе доверили. Доверили водителю. Так доверьтесь. Спасибо вам огромное. Доверие – это огромная сила. Вот просто колоссальная сила прибыли. Вот и все. Доверие – это прибыль. Как хотите считайте. Да еще раз повторюсь, хоть каждый день считайте. Спасибо, ребята. Доверие – это достаток. Когда ты доверяешь, тебе не нужны цифры, по сути. Добрый день. Можно ставить еще свои пять копеек. Всем привет. Ребят, конечно, я хочу сказать огромное спасибо за сегодняшнюю встречу Сергею и Андрею. В поддержку сказанного только что Татьяной Павловной, Леной и другими участниками скажу одно. Точно так же иногда, как я говорю, приходит посыл от партнеров. Скажи, пожалуйста, сколько мы там, что-то мы не видим вот на сегодняшний день, мы смотрим, что-то мы не видим той прибыльности, которую нам обещают. Я говорю лишь одно. Друзья мои, я не вижу на сегодняшний день причин не верить нашему сообществу. Если в правилах написано, если у нас написано, что мы получим вот эти деньги, я ни на секунду, ни на йоту не сомневаюсь, что это будет именно так. Разве у вас есть хоть одна причина не верить? Вас где-то в чем-то обманули? Вы в быстрых потоках получаете ту сумму, которую вам обещали, поделили на 30 частей, либо на 15. Вы их получаете? Да. Вы получаете в растущем потоке? Да. Вы видите это? Видим. Вы видите в накопительных? Почему в стартовом потоке у вас возник вопрос? Почему вы решили, что здесь вас кто-то должен, извиняюсь, обмануть? Почему? Я говорю, если Андрей всегда говорит, стартовые потоки нас учат, вложил, забрал, вложил, забрал, вложил, забрал, я еще добавляю, вложил, забрал и терпи. Стисни зубы и терпи, если тебе не втерпешь прямо сейчас получить эти все деньги. Я еще говорю, возможно, нам, знаете, чтобы мы не обожрались чайными ложечками сначала, потом десертными ложечками начинают кормить, потом столовыми ложечками, а потом ребята вам ушат сразу нальют, чтобы вы сразу не захлебнулись вот этими реально деньгами. Ну, правда, ну, ребят, ну, если, ну, ну, как не верить, ну, я не знаю, почему люди и вот сидят, ой, что-то я не вижу, блин, десятый период, а я не вижу, ой, двенадцатый период, а я не вижу. Я говорю, сидите, да, с двенадцатого по двадцатый у вас есть еще девять периодов, сидите молча и ждите. Открывайте еще потоки, не сидите, а еще открывайте, открывайте. И продолжайте, да, спасибо огромное всем, благодарю. Благодарим, Лиля, благодарим. Приятно. Один раз сделал в тренажерном зале, взял гантелью, раз, два. Где же моя банка? Я не верю, что у меня, да, накачается, да. Я один день поголодал, но где, когда у меня 10 килограмм с меня слезет уже? Когда? Дрюшка, знаешь, как это работает? Мне скажи, я тоже хочу один день поголодать и 10 килограмм сбросить. Да. Здравствуйте, можно мне сказать? Спасибо, ребят, на сегодняшний вебинар. Смотря на вас, мы говорим сегодня не только о деньгах, а доверие. Смотря на ваши лица, просто нельзя не доверять. Я была в нескольких, и меня смущало. Интуиция подсказала, что не надо, но это в прошлом. Ладно, я хочу о другом. Я не любила, не могу и не хочу никогда считать. Я просто доверяю людям. Я недавно, я только в начале мая зарегистрировалась, помог мне Дмитрий, наставник мой Александр Мосин. Просто я пошла на доверие. И вот сегодня я побыла на таком вебинаре. Я слушаю людей, особенно вот у нас, который мужчина, он все время, я уже слышала, что он рассчитать, подсчитать. Что считать? Открывай, жди, и все будет. Потому что у нас нет финансовой грамотности. Что мы хотим? Сразу, как вот сказал предыдущий Арата, что сразу ложками большими есть. Нет. Нужно время. Спасибо вам за ваше доверие к нам. Спасибо, Вера. Спасибо вам за ваше доверие к нам. Это мощная штука, действительно, доверие. Да. Сереж, можно пару слов? Да, Лен, конечно. Ну, хочу сказать, что пока сейчас вот идет наше мероприятие, я открыла стартовый поток, поддерживаю флешмоб. Мой личник, лидер, первой линии Валентина Вележанина, город Югорск, открыла. Даже вперед меня, я пока деньги выводила на кассу. И еще сегодня у меня тоже с моей первой линии партнер открыла, правда, чуть пораньше утром. Ну, видимо, как чувствовала, на 40 тысяч открыла поток стартовый. Вот, поэтому, ну, все, мы уже в теме, мы уже двигаемся. Я думаю, что моя команда супер, и команда у меня называется Люди Нового Мира, вот так называется моя команда. Я думаю, что мы отлично поддержим этот флешмоб. А теперь представляете, что у вас таких потоков на 40 тысяч 10 штук. А теперь представьте, что у вас таких потоков на 40 тысяч 50 штук. Представляете, что происходит у вас? То есть вы считаете... Каждый день, с каждого потока вам, каждый день что-то прилетает. Вы так их распределили, что каждый день шало раз в неделю, потом на каждый шестой день открываете, потом на каждый пятый день открываете, потом каждый день, каждый день, потом по нескольку день. Как закрутится эта карусель, потом как завалит вас деньгами, это просто вообще космос. Какая доходность. Андрей, у меня другой стимул был. Я как услышала Черногория, у меня за гранд-паспорт лежит. Я такая, так-так-так-так, надо успеть побольше денег. И такая, о, надо открыть стартовый поток сразу. Так что вот для меня какой был стимул. Я вообще лягушка-путешественница, и я вообще буду путешествовать и благодарю фонд за то, что есть такая возможность. Отлично. Можно на нее сказать. Да, Галина? И я все-таки вернусь к расчету. Знаете почему? Потому что у меня, например, партнер не заходила и говорит мне, вот докажи мне, вот почему здесь написано 150 и как это получается на ускоренном стартовом потоке. Представляете, я вот сидела, наверное, часа два и ломала гол, потом дошло до меня. Так там же ведь еще пятый-шестой в подарок и Каинси тоже. И когда я это все расписала, Андрей, это вот по тому принципу я рассчитывала, сколько мы подтягиваем и Каинси, на какую сумму, и какая сумма нам заходит от фонда. Разница в и Каинси, умноженная на сколько периодов, и умноженная на количество, ну, может, не в том порядке, на количество, сколько и Каинси нужно на период. Все, очень простая математика. И она зашла и как, я извиняюсь, поперла и поперла, начала открывать и открывать другие потоки. У нее сразу доверие появилось. Только потому, что я рассчитала и ей доказала, вот столько будет. Это на 50 евро. На другом, может быть, там даже получилось бы у меня и больше сумма. Ну, в общем, все равно в среднем получается то, что сказано в условии. А вы уверены, что вы правильно посчитали? Уверена, 100%. Хорошо. Смотрите, это из разряда «покажи мне фокус и обмани меня». Что вы сделали? Человек с привычным для его способом присоединился. Ну, Сергей, не обмануло, потому что там точно получилось так, как в условии. Ну, с учетом роста и Каинси. Вы посчитали калькулятор на калькуляторе, да? Ну, хорошо, ладно, пусть будет так. Если это сработало, окей, все. Сработало и работает. Главное, что мы человека притянули к нам, все. Дальше просто задача выполнена. Ладно, хорошо. Молодцы. Указываете свои... Все верно, я тоже поддерживаю. Хоть вы тут и бросаете камни, говорит. В любом случае, если человек вот сказать, ты вер мне и все, говорит. Вот на этом это не работает. А ты вер цифра, а математика, наука точная, говорит. И человек посмотрел, проверил, удостоверил, так он за собой потянет целый локомотив. Деньги – это не математика и не цифры. Деньги – это психологически сложный феномен. Точка. Все. Считай там, не считай, хоть засчитайся. Мы не просчитаем поведение человека на дистанции годовом. Поэтому, опять же, это из разряда покажи мне фокусы и обмани меня. Так же, как вот везде во всех других проектах. Вам там такие фокусы или инфо-цыгане показывают. Вы им верите и все, и покупаете, ведетесь. В итоге результаты не достигаются. Мы говорим честно, не считай, доверяй. Все. Это самая честная подача, которая может существовать. А дальше вы уже можете сами как угодно. К каждому человеку свой подход. Кому-то надо обмануть, кому-то надо показать. Но, опять же, я за честность. Я показываю своим примером. У меня это работает. Видите, как я живу круто. Сережа, но ведь Дмитрий Васильевич Васадин не зря на своем, у него у нас на канале, да, есть его видео, где он сказал, мы просто люди, которые доверились друг другу. Все. Это человек, который создал этот фонд. Я думаю, он не начинал свою презентацию фонда, а давайте посчитаем. Нет. Да. Как раз то, что Сергей сейчас сказал, что не предугадаешь поведение человека. У меня в глубине есть девочка, я вот буквально ревизию проводила, периодически делаю, да, по выходным, чтобы смотреть, как там вообще люди, может, забыли где-то икар, если там подтянуть или еще что-то. И я вижу девочку, которая в декабре открыла два стартовых потока, и вот сейчас у нас май, и она до сих пор ни разу его не пополнила. А теперь скажите, как у нее получится то, что вы посчитали? Да. За 10 месяцев там такая-то доходность, допустим. Или там за 20 периодов. Ну, 20 периодов. Она сидит и ждет 10 месяцев. Вот, она сидит и ждет. Вот поэтому правильно Сергей сказал. Да, поведение человека не угадаешь. Поэтому здесь считай, не считай. Сидит и ждет, когда 150% подвезут ей уже. Да, сразу сходу. Нет, хотя человек знает, что надо пополнять, что надо подтягивать икарность. Просто некогда, ребят. Некогда. Денег ей туда нести, в матрице, понимаете? Там дырки надо затыкать, чтобы когда-нибудь, может быть, получить там туда-сюда. Я просто все же вижу со стороны. Как этот Машка-медведь, да? Высоко сижу, далеко гляжу, все вижу. Вот то же самое. Да. То есть, видите, разделились на два лагеря. Те, кто все-таки за счет и те, кто за доверие. Постепенно те, кто за счет, плавно будут перетекать в... Сергей, я в лагере, где доверяют. Сергей, я в лагере, где доверяют. Но когда считаешь, это уже один такой, ну, скажем так, повод, чтобы человек доверил, понимаете? Вот он видит цифры, да, я хочу. И все, и пошло. И хочет уже и манить, и каримся, и все хочет. Только вот один мой расчет ей помог. Хорошо, если это помогло, притащить человека, затащить в наше счастье. Да не затащить, она сама зашла и долго думала. Когда увидела, сразу начала работать. Хорошо, да, извиняюсь, что за так... Ну, вы поняли, о чем я говорю, да. Это сработало. Можно мне? Да, да. Добрый день. Я хоть там и писала, но все равно хочу сказать тоже голосом. Там тоже отреагировала на это. Деньги любят счет, в том-то и дело, что у нас здесь разрываются вот эти вот все шаблоны, вот эти навязанные. Потому что здесь вообще не надо считать. Вообще не надо. Просто утром открывай кабинет и смотри. Да не утром, а 10 раз на день. Сколько у тебя просто приходит. Не знаю откуда, но они приходят. И мне так вот именно нравится, что наконец-то именно то место, где не надо считать. Не надо никому ничего доказывать. Вот я ни одному партнеру как бы не рассчитывала. И именно вот я говорю, ты знаешь, я пришла год назад. С трех тысяч начинала. И я вот просто доверилась Сергею. Вот как говорить так вот это. Я заходила на все эти презентации, я все сама там это. И я поняла, ну у них же получилось все. Значит и у меня все так и будет. И я просто вот пошла по этому течению. И сейчас зачем мне считать? Да, я считаю, что каждый день у меня там 20 тысяч, да, начисления. И я понимаю, что у меня, конечно, все изменилось. Потому что я иду в салон парикмахерский. И я свободно трачу за один визит 30 тысяч. У меня раньше зарплаты не было такой. Не берут, а я даю, даю им деньги. Не берут, а я им еще даю. Да, да. Вот на днях ходила, поменяла полностью свой имидж, как говорится, стиль. Все, приобрела все, что мне нужно. 30 тысяч легко. Все, Галина в Черногории готова. Это разве не уровень? Это разве не доверие? Что у меня тоже я пришла? Я даже мечтать... Нет, я мечтала, конечно, об этом. Но даже предположить не могла, что через год уже все это будет в моей жизни. Не мечтанием, не какими-то там расчетами, а это реальность. То есть я живу жизнью своей мечты уже сейчас. Вот. И, в общем, благодарна бесконечно за все, что у нас здесь происходит, за все наши общения, за все... Вообще, вот за другую жизнь, за другой мир, за другое именно сообщество наше, за наше окружение. Неважно, онлайн, офлайн, все равно у нас здесь классно. Так нигде нет. И поэтому вообще не нужно считать. У меня уже там не знаю, сколько этих стартовых, быстрых и всего много. И будет еще больше. Отлично, Галина. Вот как раз мысль продолжу. Смотрите, еще раз, да? Где деньги? Вы открываете потоки. Сразу учитесь доверять. Сразу уровень доверения высокий. Под вами появляются люди, которые тоже вам доверяют. Много-много, да? И эти люди тоже открывают потоки. Тоже намного-много. И вам с каждого пополнения этих людей идет реферальное начисление. Не дай бог вы стали еще и лидером, еще и структурный бонус, еще и со всей глубины. Понимаете? И ваш один поток превращается в три потока. Реферальных и структурных. Понимаете? Деньги идут не только доходность вашего потока, а еще и доходность ваших людей, которые открывают уже потоки. Понимаете, в чем изюм? Почему не надо считать? Как вы можете посчитать, на какую сумму и с какой периодичностью ваша структура будет открывать стартовые потоки? Это невозможно посчитать, а это входит именно в доходность вашего потока. Если мы будем учитывать весь этот спектр вот этих действий, не только сколько какой-то индивидуальный поток нам дает в каком-то отрезке времени, а будем считать, учитывать еще и психологию ваших людей, которые под вами появляются, которые тоже вам доверяют и сколько с них, то там вообще будет зашкаливать прям с первого месяца. Вы уже можете свои потоки выводить в плюс. Понимаете? Если вы открыли один поток и под вами 10 человек открыли еще по 10 таких потоков, да, вы прям с первого же, у вас на следующий период уже будет денег оплатить этот поток с их реферальных. Понимаете? То есть вы прям с первого же периода можете свой поток вывести в плюс. Вот о чем речь идет. Все в ваших руках. Если вы только на своих деньгах будете крутиться, то вы будете там, ну через полгода вы будете плюс. Если вы будете доверять и будут под вами люди появляться, которые доверяют, вы прям с этого же, с первого же дня, на следующий день уже сможете выйти в плюс. И так же в любом виде потоков. Вот о чем речь идет. У нас нету потолка какого-то, у нас нету никаких ограничений, никаких, у нас все зависит от вас, все от ваших желаний, то на сколько вы захотите денег, точнее сколько вам денег потребуется на все ваши хотелки. Вот так. Желания. Понимаете, в чем речь? Деньги здесь в вашем доверии. Потому что ваше доверие приводит вам таких же людей, которые доверять вам будут. Вот о чем речь. Они вот там вот в математике и счет. Поэтому лагерь счетоводов плавно перетекает в лагерь доверяющих. Как в растущем потоке, вот перетекает плавно в копилочку, так же и будет с каждым днем все больше и больше перетекать. Третьи стратегии. Сейчас я смотрю, задал темп я, когда вот с этими таблицами стратегии. Сейчас смотрю, что там многие на ютубе поняли, что это тема как бы популярная многим людям. Хотя многие люди хотят найти какую-то волшебную стратегию, чтобы я ее применю и все, и полечу в Черногорию завтра. А нифига, у вас будет своя стратегия. У вас будет своя. Даже то, что я показывал, это вот каждые две недели 50% выводить из этих 50% вклады. Никто так не делает. Никто. И уже прошло этому видео 6 месяцев. Мне вчера пришло человек, который я сейчас пересматриваю, как это гениально. Я говорю, ничего не гениального. Это просто, это примитивно просто, то, что я объяснял. Гениально это, когда вы сами интуитивно будете свою стратегию проводить. Это гениально будет с вашей стороны. И никто так не делает. Нет такого человека, я не встречал, я себя не вижу в структуре таких людей, которые каждые две недели выводили бы половину из того, что накапало, половину выкладывали, а половину выкладывали в карман. Никто так не делает. У всех идет этот темп развития. У всех разные суммы, разные периоды. Тут 3 месяца не будет, тут каждую неделю закидывают. У каждого свой. Вот она и есть фишка. Когда вы перестаете ориентироваться на кого-то, а только на свои потребности, на свои возможности, только ваш фундамент, ваша опора должна быть в вашей внутри, тогда происходит эта магия. И доверяете еще при этом. Вот здесь надо искать внутри себя эту волшебную стратегию, которая сидит на ютубе других роликах. Все правильно, разреши, дополнил. Сергей, я это называю сложный процент смешанных действий. И не просто, а вы будете больше действовать правильно тогда, когда человек уже начинает доверять. Понимаете? То есть, когда человек не доверяет, он действовать не будет. Соответственно, не будет запускаться самая высокодоходная штука. Это сложный процент ваших смешанных действий. Не сложный процент какого-то потока, не сложный процент стратегий, а сложный процент ваших общих смешанных действий. Вы начинаете действовать только тогда, когда вы начинаете доверять. Вот в чем момент. У вас страх уходит. Страх – это блокиратор действия. Это как тумблер, стоп-кран, понимаете? Если у вас есть страх, значит стоп-кран. И вы начинаете действовать. А когда вы начинаете действовать, у вас, значит, в нашей системе, так оно устроено, заточено, в нашей психологической системе, начинается валиться отовсюду. Если вы начинаете делать правильные действия, каждый день, по чуть-чуть, помаленьку, правильные действия, сложный процент смешанных действий, напишите себе красным маркером на ваших обоях перед вашей кровати вот эту фразу. Сложный процент ваших правильных смешанных действий. Который невозможно посчитать. Однозначно. Ни одним калькулятором в мире. Даже квантовый компьютер не сможет посчитать. Да. Вот. Поэтому, дорогие друзья, кому нужны цифры, можно сказать так, дорогие друзья. Вот в этом потоке такая-то цифра, в этом такая-то. Но деньги не здесь. Деньги не в этой доходности. Деньги в сложном проценте. А потом вы ему расскажете про сложный процент смешанных действий. Где самые большие деньги лежат, берите их. Не те копеечки какие-то там 5% в месяц, 10% в месяц. Это вас не спасут в глобале. Вас спасет только сложный процент смешанных действий, которые мы не можем ни хрена просчитать. А если вы будете пытаться его просчитать, вероятность вашей ошибки 100%. Да. Причем на самом берегу. И людей в заблуждение ведете. Вот. Но опять же оставляем этот момент, что многие люди хотят, чтобы их изделить в заблуждение. И им так проще. Им так проще через заблуждение зайти и прийти к истине. Поэтому это тоже имеет место быть. Поэтому кому проще через цифры, через это, окей. Это работает. Если это работает, окей. Да, Виктор. А еще добавил к Андрею, говорит, сложный процент смешанных действий от работы всей команды. Точно. От работы всей команды. Это уже дуплицирование, Виктор. Это уже дуплицирование, которое вы запускаете уже в команду. На доверие, которое... Смотрите, вот мы запускаем потоки самостоятельно для того, чтобы столкнуть свой паровозик. Но чтобы он начал набирать обороты, нужна работа всей команды. А вот это именно второй и третий, то есть это шестой или седьмой, наши потоки. Это дуплицирование вашего сложного процента ваших смешанных действий. Я бы сказал, это на доверии. Понимаете, есть же энергия еще. Да. Когда вы доверяете, вот такая энергия прешь. Вы можете вокруг одного человека, вот допустим, на примере, допустим, Сивара, возьмем Сивару. Она рассказывала много раз историю свою, что четыре раза к ней подкатывали с потоками, и она не отговорила. Когда она со мной пообщалась, мой уровень доверия, она... Да, окей. То есть я зацепила. То же самое у каждого из вас. Если вы можете с цифрами сколько угодно плясать вокруг человека, но если когда вы покажете, протранслируете свой уровень состояния, доверия человеку, он когда считает, он поймет, что не что вы говорите, а как вы говорите, то ему и цифры будут не важны. Когда он покажет ему свой образ жизни, свою уверенность, свое внутреннее состояние, это самый лучший инструмент для того, чтобы человека завести в поток. На внутреннее состояние приходит ваше состояние. Вот, точно. Точно. Вы становитесь состоявшимся человеком. У нас такая система, которая вот большинство людей, даже после вот этого эфира, казалось бы, вроде все разложили, разжевали, объяснили, вроде как все понятно, многие даже и капельки могут не проникнуться, вот этим всем не понимая. Потому из раза в раз надо пересматривать, переслушивать, где-то записывать, где-то потом пересказывать другим, через только пропуская через себя многократно эту информацию, даже порой, но и тоже, у вас будет складываться пазл за пазлом, пазл за пазлом, и в конце концов вы дойдете до такого периода, когда у вас сложится хотя бы минимальный набор этих пазлов для того, чтобы вы могли увидеть общую картину от этого всего. Сергей, можно еще слово про доверие? Да. Загрузила миллион растущий поток, только вчера увидела, что он оказывается под 200%. То есть я даже не посмотрела, сколько там процентов. Сколько капнет, да? Сколько капнет. Прошла неделя, я только вчера увидела, что он оказывается под 200%. Ну да, это про доверие. От миллиона, да? Вот так тут, понятно, надо еще ориентир как бы делать не в этих процентах, сколько в день вам капает. Вот на это если ориентироваться, да, вы можете... В день я наблюдаю, но это же все равно просто вот по 200% вот, и все. Ну да, да, 200%. У вас разум преумножился получается. Разум на ходу. Ну что, друзья, раз вопросов больше ни у кого нету, я надеюсь, мы сегодня хорошо так продуктивненько пообщались. Разные были у нас уровни эмоций, да, сегодня. Есть куда расти, это очень хорошо, да? Еще, дорогие друзья, вот смотрите, мысль, да, мы все время говорим, что мы сообщество свободных людей, да? Свобода подразумевает ответственность. Мы берем на себя за свою жизнь. Ни на начальника ответственность свою не перекладываем, ни на директора, ни на еще на кого-то, да, ни на барина, да, а именно на себя. Вот так волк идет по лесу, он ни на кого ответственность не перекладывает от того, будет ли он сегодня сын или нет. Он свободный, да? А собака нет. Она привязана и перекладывает ответственность, кинут мне кость или нет, да? То есть вот два разных позиции. Вроде бы одинаковых животных в природе, да? А у них разные установки в голове и совершенно разный результат. Поэтому, друзья, мы сообщество свободных людей, да. Это очень важно. Не все понимают, что такое свобода настоящая, а тем более финансовая свобода. Если финанса равно психология, значит финансовая свобода, это психологическая свобода. Представляете, вы психологически свободный человек. Это значит, вы финансово свободный человек. Мы сообщество финансово, психологически свободных людей. Понимаете, да? И каждое наше действие мы понимаем, что сеешь, что и жнешь. Значит, мы несем за него ответственность. И причем, это не мы так придумали, это так наш мир устроен. Мы просто транслируем то, до чего мы доперли. До чего нам помог где-то Дмитрий Васадин допереть, да. Через нас какую-то эволюцию. Поэтому мы сообщество свободных людей. Поэтому становимся ответственным за свою жизнь. Становимся силу. А с ответственностью сила приходит, друзья мои. Вы сильным станете. А на эту силу другие люди пойдут, слабые, потому что им надо силу. Они будут вашу силу черпать. Понимаете? И тоже потихонечку становиться свободным. Не сразу, потихонечку, по чуть-чуть. Как в стартовом потоке. Вложил, забрал. Так вот с каждым вложил, забрал. Они становятся свободнее, свободнее. Качают свою мышцу. Поэтому трансформация личности каждого здесь неизбежна. Просто неизбежна. Так же, как мы с Сергеем совершенно другие люди, чем были когда-то в 18-м году, когда в Словении отдыхали. Поэтому, друзья, на вот это нацельтесь. Скажите себе да. Разрешите себе трансформацию вашей личности. Это очень уникальный процесс длиною в жизни. В отличие от собаки и волка, человек может выбирать, где ему находиться. Брать самому ответственность или перекладывать его на других. Вот опять же счет на примере Насти. Считали, считали и в итоге заблуждение ввелись. Вот опять же о чем мы говорим. Люди хотят, чтобы их обманули. Если мы ведемся на поводу их, давая ему эти расчеты, цифры, которые являются заведомо неверными, потом вы станете виноватыми. Переваты последствиями. Поэтому мы открыто, честно говорим. Я не знаю, сколько я тут получу, я не знаю, какие проценты, но денег у меня дохера. Денег у меня дохера. Я счастливый и свободный человек. Я не знаю, как это работает. Поэтому хочешь, пошли, хочешь. Цифры я тебе могу дать, но я тебе не гарантирую, что они точные. Но все равно распущий поток, его можно, быстрый поток, его можно цифрами это все преподносить, конечно же, посчитать. Стартовый он не поддается счету, его не надо считать, но он самый прибыльный, поэтому люди, которые зашли на Стартовый, подожди еще, не время. Придет их еще время, и они будут еще в ладоши аплодировать и хлопать, и тебя на руках, чтобы подбрасывать вверх, ликовать. Дети, тебе нужно терпение и доверие. Друзья, вот интересная история. Вот вчера Олеся, он из нашей команды дошла до миллиона, да, в растущем потоке, и мы вчера ее поздравляли в гостевом чате. Так вот, история, как Олеся вообще оказалась в растущем потоке на миллион. Она просто баловалась в телефоне, смотря наши потоки, и нажала кнопочку, передала лидеру 200 тысяч. Лидер, не глядя, нажала на кнопочку, подтвердила, и началась катавасия. Где найти деньги? 200 тысяч? Ааа, неделя эмоций, неделя выноса мне телефона, слезы, сопли, все, вот это все, трансформация личности пошла, да? Это просто неделька была, жару они мне дали, конечно, с женскими эмоциями своими. Но потом где-то деньги нашлись, как-то все это разрулилось, что-то как-то это, И прошло, сколько здесь прошло, чуть меньше четырех месяцев, и у Олеси уже миллион в потоке. И она говорит, боже мой, я уже свободный финансовый человек, и слава богу, что так все получилось. Понимаете? Андрей, так она еще и отдала 200 тысяч долг. Уже отдала. Это уже ее личные деньги, уже личный миллион. Вот так вот случайный человек попал к нам, стал миллионером, случайно. Ошибся, кнопку не туда нажал, которая его привела к свободной жизни, понимаете? Поэтому ошибаться в нашем фонде, это тоже на пользу всем идет. У нас невозможно так ошибиться и потерять что-то. Поэтому если что-то вы донесли неправильно или нет, не переживайте. Это потом обернется. У меня подобный случай только с 300 тысячами было. 300 тысяч тоже люди случайно. Три раза, три заявки по 100 тысяч. Подпадали и подтвердили. Нашли, ничего, сейчас уже тоже великуют и все хорошо у них. В итоге лидер, миллионер, участник, миллионер. Все миллионеры, все довольны. Но трансформацию личности пришлось пережить. Я скажу, что для себя понял с первого дня, почему зашел. Потому что здесь нельзя потерять деньги. Это раз. Здесь нельзя обмануть человека. Это два. В любом случае, вы ее не обманете. Как матрицу занес и пропали. И все потом с концами не знаешь. А корить себя кого-то там, что там кого-то обманул. Вы людям показали путь, возможность. А уже от него зависит выбор. Воспользуется он или нет. Поэтому здесь мы никого не обманываем абсолютно. А вот ускориться, как сохранить и приумножить, есть куча способов. Разных способов. Просто людям надо дать или весла, или поставить парус. Вот чем я хочу сказать. Так как бы плыть по течению можно. Вот и так. Не двигайся. Все равно ты не потеряешь ничего. А ускориться, показать возможности, это все зависит теперь от нас. Ребят, можно скажу про ошибки? У меня три партнера ошибочно открыли стартовые потоки на 5 тысяч рублей. То есть они хотели открыть супер быстрые потоки. А открыли ошибочно стартовые потоки. Я говорю, круто. Я говорю, наоборот, круто, что вы их открыли. Я говорю, со временем. Я говорю, будете новые открывать уже с прибыли. Дальше больше. И денег увидите все больше и больше. Поэтому вот такие вот тоже ошибки приятные. Да, да. Тем более, когда уже на 11-й период в плюс вышли, да, как бы свое, ну, уже все. Теперь у них есть возможность каждые две недели, вкладывая деньги, получать под бешеный процент, если пересчитать, да. То есть не забываем об этом вот тоже возможности. То есть тут надо немножко под другим ракурсом на это все смотреть. И не нашим привычным инвесторским, да, в кавычках, мышлением, которым нас банки приучили, а правильному мышлению. На правильном отношении к деньгам. То здесь очень все красиво. Просто немножко сместить надо вектор своего мышления. И раскрывает вообще совсем другая картина. Сразу хочется открывать много стартовых потоков. Стартовый поток партнер 20 тысяч поставила, но забыла галочку поменять, что это ускоренный. И открыла просто на 20 тысяч. Сначала вау, где я возьму деньги, а теперь все хорошо. Теперь все хорошо. Сегодня буквально такая же история. Тоже на 20 тысяч открыли или на 40. Лена здесь писала мне сегодня с утра, что вот, блин, открыли на 40. Да, на 40, на 40, Сереж. На 40, да. Прекрасно же, это же офигеть. На 40 тысяч номинал потока, блин. Это вообще круто. Через полгода нам просто ликовать будет. Пусть еще открывает нам больше номиналы. Да, а мы уже все посмотрели, так просмотрели, думаем, ё-моё, да к нам на все хватит. Ну, панику на велика, говорит, в первые минуты. В голове иллюзия, что это же мне надо по 40 тысяч каждые две недели искать. А по факту-то нет. Она 10 тысяч уже получит в первый период. Ей уже 30 останется. Следующий период еще меньше. Вот так вот мозг наш обманывает нас, когда мы мыслями считаем это все в совокупности в одну, да, сколько общее, сколько получим. А когда мы начинаем в моменте пересчитывать, да, то совсем другая картина получается. Уже не так страшно это все выглядит, а даже наоборот. Очень даже перспективно. А когда мы еще это все делаем и ощущаем на себе через полгода, вот я чувствую, вот у меня, сколько у меня потоков, где я вам скриншот скину, сколько у меня самоокупаемости потоков уже на данный момент. Вот они мне все сами просто и скидывают мне в копилку этот самый деньги. Вот потоки. Посмотрите, сколько, видите, там буква А справа стоит. Это все на самообеспечении потоки. На автомате, да. Маленькие номиналы. Маленькие номиналы – это которые перезапустились потоки уже. Они, которые отработали 10 месяцев, вот эти дальше маленькие номиналы, начиная с 0,2, да, да и те выше тоже, это все перезапущены. Те, которые маленькие номиналы, это все уже перезапущены. Я уже на маленькие давно не открываю. А можешь мне еще добавить про ошибочку в потоках? Вот я тоже, как бы, зашла на все потоки, да, и на накопительный. Ошибочно. Хотела на тысячу зайти, а зашла на шесть. И Андрею говорю, Андрей, ну почему так? Я как зашла? Я по ошибке. Хотела на тысячу, а зашла на шесть. Он мне раз только калькулятор подсчитал. Так, так, 33 тысячи вы будете получать в течение трех лет. Про это, ну, я на четыре, на пять периодов зашла, как бы проплатила. Теперь сижу, мне только в июле надо проплачивать. Очень так, мне прям вдохновило. Прям сижу такая, и все. Теперь Валентина выходит через три года на пенсию. Валентина выходит через три года. Да, 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 как военник. Ну, мы военные, считаемся военными. И вот как раз, и еще хочу открыть, ну, попозже там чуть-чуть. Все, вот, так не обрадовало. Вот доверие, вот лидер, лидерское доверие, это, это дорогого стоит. Это вообще, я благодарна, конечно, что я кубала сюда, в Андрея команду. Я очень довольна и очень горжусь. Спасибо большое. Все во благо. Поошибочно хотела на две тысячи, и получилось, у меня на десять путь сейчас зашла. Там мне говорят, ну что, пополняться надо. А как раз в декабре у нас были подарок Таллинской и лотерейки. я выиграла в лотерейной лотерее сто семьдесят тысяч. И то, что я на десять тысяч зашла, я, считай, бесплатно пополнила поток и у меня еще осталось. Вообще классно. Вот еще же мы забыли упомянуть то, что у нас еще бывают разные акции. E-currency в подарок или завышенный курс приема, да, или еще что-нибудь. Мы же это тоже не можем просчитать в стартовом потоке, в доходности. Это тоже влияет на доходы, правильно? Так вот, на Новый год на все E-currency подарок. Все, офигеть, доходность какая, да? Даже мы тоже не можем на Берегу это просчитать. Опять же, доверяя, доверился, те, кто доверились, потом оп, классно. Об этом уже все забыли, понимаешь? Да, да, да. Это уже все. Это вот как, я, вот многие участники мне в начале, когда вот когнитивные искажения головного мозга, как быстрый поток обычный, нажимают, 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 берут, 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 а потом 30 нажатие, бам, а он исчезает. Где же он, где мои деньги? Где мои деньги? Я говорю, в смысле, где твои деньги? Ты же забирал их 30 дней. Ты же забирал их 30 дней. Я говорю, конечно, хочется, чтобы он работал вечно этот поток, я понимаю тебя прекрасно, хочется, чтобы он вечно нажимаешь, а он тебя капает, ты капает, ты капает. Я говорю, ну перезапускай. Где мои деньги? Понимаете? И такое вот ощущение, что вот забыл уже, он брал и забыл, ай, брал и забыл. Поэтому вот то же самое, да, сколько людей в акциях этих участвовали, а в мартовских акциях, да, на стартовые и на ускоренные стартовые, на накопительные всегда идут акции, дорогие друзья. Поэтому это еще увеличивает их доходность, это еще делает их более вкусными, понимаете? Система сама мотивирует идти сюда, говорят стрелочкой, сюда, иди сюда, вот. Потому что здесь твое доверие, здесь твой, как бы, эволюция твоего сознания, копай здесь, здесь клад. Поэтому, друзья, мы уже два с половиной часа, пора уже расходиться. Последний вопрос, последний вопрос. Ускоренный стартовый поток, там всегда есть пятый, шестой период, как акция, подарок? Подарок, да. Всегда. Карнси вместе, да, вместе с Карнси в подарок, да. Потому что прежде чем зайти в партнер, я открываю, проверить, да, это работает или нет, или может быть, это тогда было, сегодня уже нету, и открываю поток, ускоренный стартовый, и говорю, да, есть пятый, шестой, ну, потом мне надо будут большие уже потоки открывать, чтобы доказать, что это работает. Там сразу седьмого, да. Да, сразу седьмого, всегда так, да? Да, да, там также об этом, в нашей волшебной вкладочке, как создать денежный поток и эффективно им управлять, там про этот поток также все отражено немного другими словами, более академичными, да? Ну, по сути, да, по сути, всегда. Да, спасибо. Ну, вроде бы уже все обговорили, да, Сергей? Ну, вроде да, давно не говорили, зато сегодня прям выдали это самое, ну, я надеюсь, что... Все темы. Да, сегодня вектор у нас немножко сместился, да, и я надеюсь, что, в принципе, мне все равно. Можете подхватывать, можете не подхватывать моих плэш-моб. Я иду в плэш-моб и в марафон стартовых потоков буду открывать, не посмотрим, что выйдет. Кто хочет, пошли со мной, кто не хочет, то ради бога, мы это. Ждем акции в стартовых потоках. Акции, акции. Не надо ждать, не надо ничего ждать. Прямо сейчас, самое лучшее время, прямо сейчас действовать. Будет, когда они будут, будут ли эти акции еще там, непонятно, это никому неизвестно, поэтому, прямо сейчас начинайте менять свою жизнь, прямо сейчас начинайте. Да мы и так действуем, как хорошо. Молодцы. Ну все, тогда давайте заканчивать, уже почти 3 часа, хорошенько мы сегодня выдали, прямо выплеснули все, что хотелось рассказать, поделиться. Всех благодарю. 222 человека досидело до конца, 50 только у нас где-то потерялось по дороге, но я думаю, по поводу записи, не знаю, посмотрим, я сейчас ее пересмотрю, конечно, 3 часа посмотреть, это будет жестко. Вот, ну постараюсь, какие-нибудь фрагментики, что-нибудь там из важного нарезать, чтобы, вот, вы все молодцы, что пришли, что собрались, как всегда, все крутые элита нашего нового мира и будущие олигархи, так сказать, нашего меркурианского мира. То есть олигархи, это уже в хорошем смысле, это, если слово олигарх в том банкомском мире, это человек какой-то нехороший уже, значит, так ассоциация, олигарх, значит, это наворовал что-то там, да, то у нас олигархи, это те, кто самые смелые, самые доверяющие люди, самые крутые люди на этой планете. Поэтому я вас с этим поздравляю и всем пока, до скорой встречи. Андрюх, тебя тоже благодарю за поддержку, за помощь. Всем пока.